Доброе утро. Приветствую всех на нашем вебинаре сегодня. Меня зовут Сергей Кулешов, и у нас сегодня вебинарчик, посвященный, скажем так, для начинающих, для тех, кто только начинает свой путь в области интернет-торговли с нашей платформой. И сегодня у нас вебинар, посвященный функционалу и первичной настройке интернет-магазина. Вебинар у нас традиционно состоит из двух частей. В первой части я представлю, собственно говоря, основную тему. В второй части один из наших партнеров продолжит и расскажет интересные уже практические опыты, но сейчас мы об этом подробнее поговорим. Прежде чем начать вообще сам вебинар, давайте пару технических моментов, вернее, скажем так, даже не технических, а организационных скорее. Первое. Если у вас что-то происходит вдруг со звуком, или сейчас в данном случае звука нет, но если звука нет, то, соответственно, у вас есть небольшая инструкция, как попытаться его оживить. Если вдруг в процессе вебинара со звуком что-то происходит, можно предпринять попытку запустить саундчек, так называемый, или чаще всего помогает просто переподключение к вебинару. Мы со своей стороны, с той стороны, где, собственно, происходит трансляция, естественно, стараемся убедиться, что у нас все хорошо с интернет-подключением, и программа сама довольно детально показывает, что происходит со скоростью интернета и с тем, как до вас доходит наша трансляция. Так что, если с нашей стороны что-то произойдет, мы это обязательно поправим. Чаще всего из-за некоторых перебоев в интернет-канале со стороны наших слушателей возникают проблемы со звуком и торможением картинкой. Обычно помогает либо подождать 10-20-30 секунд, либо переподключиться к вебинару, то есть закрыть его и подключиться по той же ссылке. У вас в интерфейсе программы есть специальное место, которое называется questions-закладочка. К сожалению, интерфейс программы только английский, но я думаю, вы разберетесь, вернее, уверен, что разберетесь. Закладочка questions – это то место, где вы можете задать мне вопрос и дать какую-то обратную связь по тому, что происходит с вебинаром. Либо по теме самого вебинара и так далее. Давайте сейчас проверим этот канал коммуникации. И если у вас все хорошо со звуком и с картинкой, вы мне поставьте туда плюсик, и я буду понимать, что звук и картинка до вас доходят. И у нас с этим все в порядке. Да, вот видите, я уже начал получать эти плюсики. Спасибо вам большое. Замечу сразу, что плюсики пока вижу только я. Но если какие-то из вопросов, на которые я буду отвечать, например, письменно, то их увидят и все остальные. Так что не думайте, что вы тут один, что вы тут одни. На самом деле вас много. И да, все вопросы ко мне действительно приходят. Так что смело пишите в процессе вебинара или после. В общем, когда будет удобно. И последний организационный момент – это запись. Запись вебинара уже началась. Я, наверное, отрежу этот кусочек записи, чтобы слушателей не заставлять прослушивать наши технические моменты. Но в любом случае запись уже ведется, и она будет опубликована и на сайте, и на нашем разделе «Вебинары». У нас есть такой подраздел в разделе «Мероприятия». И на нашем канале YouTube можете найти его по поиску «1Sbitrix». Там тоже появится запись вебинара буквально в течение пары дней. Обычно это происходит примерно так. Так что если вы вдруг захотите пересмотреть, уточнить какие-то особенности или просто в спокойной обстановке посмотреть какие-то отдельные кусочки вебинара, у вас с этим проблемы никакой не будет. Вы сможете сделать это довольно легко. Так, теперь нам нужно немножко пройтись по тому, собственно говоря, о чем, о программе. Да, вот тот самый наш сайт, где скоро будет запись. Тут же вы и, собственно, регистрировались на наш сегодняшний вебинар. И я хочу отметить то, что сегодняшний вебинар – это первый вебинар из… Сейчас повыключаем всякие, чтобы не висели, не мешали. Первый вебинар из целого цикла вебинаров. И вообще сам цикл называется «Интернет-магазин за 6 часов». Это действительно так. Это будет три вебинара по два часа. В рамках этого цикла мы покажем все от самого начала до, в общем-то, успешного запуска интернет-магазина и уже начала обработки заказов и продвижения, и маркетинговых инструментов и так далее. Вот. Сегодня… 18-го – это буквально через два дня. И 18-го октября – это следующий вторник, если я не ошибаюсь, с 11 часов, как обычно. Вообще, в рамках всей серии, я уже сказал, мы попробуем рассмотреть довольно подробно весь путь начинающего владельца интернет-магазина с нашей платформой от установки до настройки продвижения и, действительно, обработки заказов. Но, опять же, сегодня первый шаг, первая часть, и выглядит она следующим образом. Первая часть сегодняшнего вебинара – это я, Сергей Кулешов, и я буду рассказывать о, собственно, первичной настройке и установке интернет-магазина. А второй… вторая часть сегодняшнего вебинара – это Михаил Шуфер из студии «Ромза», который расскажет о некоторых нюансах торговли вообще одеждой и росте в подводных камнях, кейсах и так далее. Обещает даже какие-то бонусы. Ну, посмотрим. Это будет вторая часть, она будет примерно через полтора часа. Я подозреваю, что… ну, вернее, так скажем, я постараюсь сделать это пораньше, но на самом деле продолжительность нашего первого моего доклада сильно зависит от вас, от того, какое количество вопросов у вас будет и как мы оперативно сможем с этим разобраться и работать. Так, к чему мы приходим? Приходим мы к началу нашего вебинара. Я сейчас смотрю, что, да, все у нас в порядке. У меня традиционно есть вопрос, который я задаю всем всегда на своих вебинарах. Это очень любопытно с точки зрения меня как спикера, да, для того, чтобы я, может быть, где-то немножко подстроился, может, где-то приводил более емкие и правильные примеры, более понятные. Да, мне хотелось бы понимать, какую сферу бизнеса вы представляете, да, действительно ли вы пришли про магазин одежды или, возможно, любопытствуете вообще платформой и на самом деле из другой сферы или только планируете что-то открыть, или вы наш партнер. В любом случае, я прошу вас кратко написать, откуда вы, да, это даст мне некоторую возможность к вам немножко подстроиться. Итак, детально о том, что мы сегодня рассматриваем. Рассматриваем мы сегодня в первую очередь. Это установка первичной настройки сайта, то есть мы начнем с самого начала. Еще раз повторюсь, что вебинар рассчитан на тех, кто только начинает свой путь или первый раз видит вообще Bittrex, не представляет, с какой стороны к нему подойти, но очень хочется. Вот, собственно говоря, этот вебинар как раз для вас. Мы попробуем установить Bittrex прямо с нуля, сделать все необходимые первичные настройки для того, чтобы убедиться, что платформа работает хорошо и с ней все в порядке. Мы посмотрим, какие есть возможности по наполнению каталога, откуда его взять и, собственно говоря, как можно работать с самыми простыми системами импорта. Поговорим немножко о платежных системах, о том, как они подключаются, здесь довольно все просто. И, конечно, пробежимся по различным SEO-настройкам. Это то, что действительно необходимо на самом старте интернет-магазина. Как раз вот именно это первичные, наверное, самые главные настройки. Собственно говоря, это будет примерно так. Это большими крупными мазками. На самом деле у каждого из этих функций еще куча подпунктиков, о которых мы уже будем говорить отдельно. Итак, так-так-так, вижу, что пишете. Спасибо. Что такое Bittrex? Вот для тех, кто, наверное, к нам только присоединяется как наш клиент или как потенциальный клиент платформы и владелец будущего интернет-магазина, они все даже до конца себе понимают, знают, что интернет-магазин можно сделать на Bittrex. Bittrex – это действительно платформа. Вот у нас есть такое понятие, которое пришло к нам, наверное, из эпохи начала развития интернета. Это CMS, то есть что переводится с английского, расшифровывается как Content Management System, переводится как Система управления контентом. И действительно это довольно классическое понятие CMS-ки, и многие его используют в жизни, в общении. Это действительно система с каким-то интерфейсом, которая позволяет управлять элементами сайта. Знаете, так получилось, что Bittrex на самом деле уже давно сильно больше, чем CMS, потому что требования рынка, требования наших клиентов, скорость развития и вообще развития технологий, в общем, сподвигло нас к тому, чтобы сделать из платформы один из Bittrex не просто CMS-ку, а нечто большее. Это комплекс инструментов, который поможет вашему интернет-магазину появиться на свет, быть очень успешным с точки зрения сервисов и скорости работы и безопасности и так далее, и постоянно расти и развиваться. Потому что Bittrex стоит из большого количества различных инструментов. В рамках сегодняшней этой цепочки, этой серии вебинаров мы поговорим о многих из них. Вообще Bittrex подходит практически для любого интернет-проекта. Конечно же, для интернет-магазина в том числе, но в целом на Bittrex можно сделать абсолютно любой интернет-проект. Это может быть обычный сайт-лендинг, это может быть серьезный корпоративный сайт с кучей информации различными сервисами, включая личные кабинеты ваших клиентов и так далее. Это может быть действительно интернет-магазин со всеми вытекающими отсюда функциональными возможностями, начиная от каталога, фильтрации, поиска товаров, до заказов, обработки, доставки, интеграции с различными внутренними системами и так далее. Это могут быть порталы, сообщества, социальные сети даже строятся на Bittrex, есть соответствующие модули и компоненты, ну и вообще, в принципе, все что угодно. Я бы там не побоялся сказать, что 95-98% вообще интернет-проектов, которые, в принципе, я когда-либо видел, могут быть реализованы на Bittrex. Там исключения составляют что-то там очень специфичное, но таких действительно мало. Вообще платформа с точки зрения коммерческого использования очень популярна. Вот есть такой рейтинг iTrack, который проверяет все домены зоны.ru на то, какая платформа, на какой платформе сделан тот или иной сайт по всем доменам. И если взять оттуда все коммерческие системы управления, то есть бизнесовые, то там больше 60% это, собственно говоря, Bittrex управления сайтом. Порядка 32 тысяч интернет-магазинов работает уже на нашей платформе. Огромная армия хороших сертифицированных партнеров, которые занимаются внедрением, поддержкой, доработкой, развитием и интернет-магазинов и обычных сайтов. У нас есть свой собственный магазин приложений, который содержит в себе достаточно большое количество различных приложений и расширений функциональности для платформы, и 300 и более различных готовых магазинов в этом магазине есть. То есть на самом деле вы можете подобрать как стандартный шаблон, который мы сегодня будем рассматривать, так и какие-то уникальные, очень подходящие именно к вашей сфере бизнеса и к одежде, и к оргтехнике, и к каким-то магазинам услуг, и к магазинам, связанных со спортивными товарами, да с чем угодно. На самом деле, когда есть большой выбор готовых решений, это дает возможность вам достаточно быстро и очень качественно запуститься, стартануть, а дальше уже работать над развитием. И это, пожалуй, один из важных моментов, это скорость запуска в начале бизнеса. Ну что ж, мы пойдем с вами начинать потихоньку с установки, потому что я тут что-то заговорился, а надо уже переходить в бой. И для того, чтобы поставить Bittrex и вообще начать с ним работать и разобраться, что это вообще такое, есть на самом деле два пути. Путь номер один – это взять демонстрационную версию, ну вот наш сайт, например, я могу перейти в продукты, управление сайтом, здесь выбрать какую-нибудь из любых пунктов, на самом деле я выберу сразу пробную версию, но фактически ссылка на пробную версию есть из любого. И вот у нас здесь есть несколько вариантов выбора. Мы можем тестировать онлайн, можем скачать демо-версию. Тестировать онлайн – это специальный проект на отдельном домене, который называется Bittrex Labs. Вот, собственно говоря, он, можно даже запомнить, несложное название, где вы можете создать демонстрационный сайт. Очень быстро, буквально за три минуты это произойдет. И в течение трех часов эта демо-версия будет доступна для вас без каких-либо усилий с вашей стороны. Подготовки хостинга, закачивания чего-то и так далее. Это будет такая виртуальная лаборатория, в которой вы сможете поработать, ознакомиться с основными моментами работы с платформой. Ну, и вообще пощупать, посмотреть, как это выглядит. Второй путь – это запустить полноценную демо-версию. Полноценная демо-версия работает уже не три часа, а работает 30 дней. Это означает, что за это время можно не только детально изучить все, но и, в общем, по сути, даже уже сайт почти сделать. И иногда такое действительно происходит. На демо-версии собирается первая версия сайта, после чего приобретается лицензия, активируется, и можно идти в бой с этим сайтом уже готовым. И именно такую демо-версию мы и будем использовать. Для того, чтобы ее запустить на своем компьютере, есть, опять же, целых два пути. Путь номер один – это скачать демо-версию вот, собственно говоря, здесь. Я зашел, опять же, в ту же пробную версию в разделе «Скачать». И здесь вот есть просто кнопочка «Скачать». Если у вас компьютер под операционной системой Windows, то, пожалуйста, вы скачиваете, получаете экзешничек, который запускается, и он разворачивает все необходимое для работы с битриксом. Второй вариант – можно выбрать, кстати, любую из редакций. Второй вариант – можно взять и установить на свой хостинг. Если у вас есть какой-то хостинг, или вы готовы его уже приобрести, взять обычный дистрибутив, вот, любой из версий в специальном архиве, который на хостинге легко разворачивается, и запускается. Ну, и еще один момент, который мы будем использовать сегодня для установки на свой локальный компьютер. Вот в моем случае у меня, как вы видите, не Windows, у меня Mac, то есть Mac OS, и на Mac OS нельзя запустить экзешник, поэтому мы сделаем все несколько проще. Я… или несколько сложнее. Для меня привычный способ. Мы используем виртуальную машину. Что есть виртуальная машина? Виртуальная машина – это специальная программа, которая позволит мне на моем компьютере симулировать хостинг. Я буду использовать обычную, очень похожую, очень простую и доступную среду виртуализации, которая называется VirtualBox. Она совершенно бесплатная, ее можно скачать, вот просто наберите в Google или в Яндекс.Виртуалбокс, попадете на сайт VirtualBox, и сможете его скачать и установить. Это можно сделать как на Mac, так и на Windows, то есть это кроссплатформенная система, и, соответственно, будет работать на любой операционной системе. Чем вообще… После чего надо будет скачать вот эту виртуальную машину? Ну, сейчас мы по этому пойдем. После скачивания вот этого архивчика, да, то есть первое, вы скачиваете VirtualBox, сам VirtualBox с сайта соответствующей компании, давайте прямо по этой процедуре тоже пройдем, чтобы вы понимали, что это такое. Вот, собственно говоря, основной сайт VirtualBox. Здесь нужно найти версию под свою операционную систему и ее скачать. Вот здесь есть пункт «Скачать» или вот большая кнопка «Скачать 5.1». И здесь, соответственно, выбирая свою операционную систему для Windows, для OSX, в моем случае будет это, для Linux, в общем, любую можно скачать и установить. Она устанавливается простым установщиком, никаких дополнительных знаний здесь не потребуется. После этого вы скачиваете саму виртуальную машину. Это вот запакованный, специально подготовленный сервер для разворачивания Bittrex. Скачиваете этот файлик, и все у вас появляется на компьютере. Как с этим работать? После запуска установки VirtualBox вы увидите примерно следующую штучку. Ну, она может немножко отличаться по внешнему виду от того, как будет выглядеть на Windows, но в целом примерно так оно и происходит. Нам нужно импортировать наш, собственно говоря, скачанный с нашего сайта уже виртуальную машину Bittrex. Для этого я вот пойду, вот у меня скачался этот zip с сайта, я его распаковал, и здесь, собственно, единственный файлик, это файлик конфигурации. Мы его запускаем. Я для того, чтобы, ну, то есть надо, естественно, опираться на производительность компьютера. У меня довольно мощный MacBook, четырехъядерный. Я могу смело два ядра отдать под работу с этого сервера виртуального. Увеличу немножко оперативную память. У меня 16 гигабайт, и целый гигабайт я туда отдам, этого будет более чем достаточно. После чего мне нужно сделать, собственно говоря, импорт. В данный момент по факту создается виртуальная машина, то есть виртуальный компьютер, в котором будет установлен Linux сервер, прямо в точности такой, как это происходит на любом практически хостинге, где работают любые сайты. Просто сейчас я это делаю у себя на своем локальном компьютере. Вот он у меня появился. Единственное, что нужно сделать, это две маленькие настройки. Первая маленькая настройка – это назвать виртуальную машину, чтобы она называлась красиво. На самом деле это не обязательно. Сейчас мы его назовем вот так вот. Bittrex Shop, и сегодня у нас 11-е, 10-е. Вот. И настроить сетевые параметры. Здесь нужно выбрать сетевой мост. Это необходимо для того, чтобы наш с вами сервер оказался подключен к интернету. Это нужно для скачивания дистрибутива, получения обновлений и других историй. После этого, на самом деле, все настройки завершены. Нужно всего лишь запустить эту виртуальную машину. И сейчас, по сути, происходит вот это дисплей нашего виртуального сервера. Сейчас запустится операционная система. И поскольку это специально подготовленная для Bittrex виртуальная машина, здесь будет уже готово все к запуску, собственно говоря, платформы. Еще раз, пока тут происходит установка, я хотел бы сказать два слова о том, почему виртуальная машина может быть удобнее или неудобнее. В моем случае это кажется удобным, потому что в процессе работы у вас могут возникать ошибки, какие-то ситуации, когда вы захотите, например, полностью все удалить и переустановить. Вот в случае с виртуальной машиной будет очень просто. Вы просто удаляете всю машину, распаковываете новую и снова ставите чистый Bittrex, например. Снова та же демо-версия, которая будет продолжать работать те же 30 дней. Также, благодаря вот такому способу, мы создаем абсолютно, скажем так, родное окружение для веб-сайта. И таким образом мы получаем очень приближенную к реальным боевым действиям работе сайта, тому, как он будет работать в будущем на вашем хостинге. Итак, собственно говоря, виртуальная машина запустилась, сервер запущен. Вот эти страшные буквы и цифры нам сейчас не нужны. Мы выбираем отсюда только вот этот адрес, который здесь написан. И, собственно говоря, по этому адресу будет доступен ваш новый сайт. Естественно, все это только локально, только на вашем компьютере. Ну что ж, давайте посмотрим. 8, 167. Ой, 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 ой. 8, 167. Собственно, нас встречает установщик Bittrex, как я и говорил. Машина к этому готова, и она ждет, когда вы выберете и пройдете по обычным шагам установки платформы. В нашем случае я выбираю редакцию бизнес, демонстрационная версия, лицензионный ключ не нужен. Если у вас вдруг есть лицензионный ключ, вы можете сразу установить в таком случае лицензионную версию. В нашем случае достаточно демки, поэтому мы, собственно, демку и возьмем. Сейчас происходит загрузка дистрибутива, и в процессе, после загрузки происходит его разворачивание и запуск мастера установки самой платформы. Это тоже довольно-таки быстрая процедура. Как видите, в моем случае это происходит буквально за несколько секунд. Естественно, там от скорости интернет-подключения, от производительности компьютера будет зависеть такая штука. Ну, это время, но в целом это занимает считанные минуты вообще на всю установку Bittrex. И, как вы видите, довольно просто и без сучка, без задоринки это происходит. Пока идет установка, давайте с вами посмотрим на один из слайдов, на который я хотел бы обратить внимание. Это, скажем так, архитектура всей нашей платформы. Платформы для электронной торговли. И здесь есть, ну, скажем так, блочно представлена ее структура в целом. У нас есть вот то, что показано в центре, да, фиолетовым или каким-то лиловым цветом. Это, собственно говоря, внутренние технологии и инструменты, с которыми вы будете работать. То есть это, в первую очередь, управление товарами и ценами, да, то есть получаете каталог с товарами, с управлением ценами, скидками, наценками и так далее. Мы получаем систему управления заказами. То есть для принятия заказов, их отгрузки, дробления, доставки и так далее. Целый большой маркетинговый блок различных инструментов, которые помогут повысить конверсию интернет-магазина, работать вообще с этой конверсией, считать ее и всячески улучшать, повышать эффективность. И целый набор облачных сервисов. О них частично мы поговорим, но они встроены в платформу и позволяют как ускорять работу сайта, так и следить за его жизнеспособностью, инспектировать вообще, работает или не работает, так и хранить данные, резервное копирование совершать и так далее. То есть целый ряд инструментов, которые могут быть очень полезны для, собственно, любого интернет-магазина и любого сайта. Также у нас есть целый ряд технологий, которые позволяют работать со скоростью проекта. То есть это и композитный сайт, это и веб-кластер для разделения на несколько серверов. И все это, как вы видите, обернуто такой зелененьким квадратиком. Это все обернуто и защищено модулем проактивной защиты, которая обеспечивает безопасность интернет-проекта как с точки зрения хакерских атак, так и с точки зрения автоматизированных атак и с точки зрения вирусных атак. Система защищена. Слева у нас с вами – это источники различных продаж, то есть то, откуда могут поступать заказы в ваш интернет-магазин. И, как вы видите, это могут быть как обычные компьютеры, так и мобильные устройства и планшеты, так и различные и мобильные приложения, и розничные магазины, и возможность привлекать свои заказы и покупателей через имейл-рассылки, подключенную телефонию и даже различные мессенджеры. Ну, а с другой стороны нашей платформы мы видим внутренние системы. Это 1С или учетная система, какая-либо другая. Это может быть Bitrix24, как CRM-система с телефонией и мессенджерами. И интеграция с различными внешними системами продаж, такими как Яндекс.Маркет, Бэй, такими системами, которые обеспечивают платежные инструменты или инструменты доставки. Вот если в целом посмотреть на платформу, то она на самом деле довольно функциональна, то есть очень функциональна и очень широка по возможностям, при этом обеспечивая надежность и защиту. Ну, пока мы тут рассуждали об инфраструктуре и вообще структуре платформы. У нас произошла загрузка и распаковка дистрибутива. Теперь нам остается принять лицензионное соглашение и пройти по мастеру настройки. Первый шаг у нас – это регистрация продукта. В случае, если вы используете демонстрационную версию, то вам потребуется этот шаг для того, чтобы работала система обновлений. Я сейчас это тоже сделаю, чтобы у меня работала система обновлений. Можно отказаться от этого шага, тогда... Демо-версия также будет работать 30 дней, но система обновлений не будет функционировать. Собственно говоря, сейчас происходит непосредственно распаковка уже данных самой платформы и продукта. Дальнейшие наши шаги будут по его настройке. Скажем так, первичная, самая неохватимая настройка интернет-магазина как раз будет на следующих нескольких шагах. Что еще у меня есть на слайдах, пока мы ждем распаковки. Хочется сказать, что интернет-магазин на платформе Bittrex и вообще платформа Bittrex – это та платформа, она, наверное, одна из очень немногих, которая позволяет очень быстро начать работу. То есть, как видите, мы сейчас с вами за несколько минут в общем развернем платформу, и это будет уже готовый интернет-магазин, прямо сразу готовый. И мы с этого... Мы, собственно говоря, с уже готового магазина начнем работу, начнем его изменять под себя, наполнять товарами, интегрировать с внутренними системами, с внешними системами, настраивать фильтры, каталоги и так далее, и тому подобное. Так, наверное, у нас тут уже подходит к завершению, и я вижу вопрос. На кого регистрируют продукт, если я создаю сайт для клиента? Андрей, спрашивайте, видимо, вы партнер. На самом деле регистрация демонстрационной версии принципиального значения не имеет. Нам, конечно, будет выгоднее, если вы сделаете это на своего клиента, потому что мы будем знать, что эта демонстрационная версия принадлежит какому-то конкретному клиенту, это будет, конечно, полезно. Вот если вы регистрируете уже лицензионную версию, то есть купили ключи, и система в этом случае тоже потребует определенной регистрации, вот здесь однозначная регистрация на клиента, потому что лицензию вы передаете клиенту, и это очень важная процедура. Собственно говоря, первый шаг создания главного пользователя системы – это администратор. Как видите, у него по умолчанию логин админ, я его оставлю, ввел пароль, e-mail у меня уже здесь указан, поскольку я зарегистрировался, и нам предстоит выбор решения, с которым мы начнем. Как видите, есть несколько вариантов готовых сайтов, а также переход в Marketplace. Переход в Marketplace, собственно говоря, даст вам возможность выбрать один из готовых сайтов, коих там несколько сотен. Если вы в процессе, если вы при начале работы уже приобрели сам Bitrix и какое-то готовое решение к нему, то вам в Marketplace. В моем случае я пока ничего не покупал, поэтому я установлю стандартный интернет-магазин, который, собственно говоря, входит в комплект с платформой. Это универсальный интернет-магазин. Как видите, у него есть только один шаблон с горизонтальным, и у него несколько цветовых схем. Разные цветовые гаммы. Вы можете выбрать любую из них, которая больше подойдет. Я вижу, что у Марии немножко зависло. Да, такое бывает. Наберите терпения, сейчас все отвиснет. Насколько я вижу, система показывает, что со связью все в порядке. Да, все в порядке, вижу. Следующие несколько шагов, которые от нас потребует система, это некоторые первичные такие очень важные моменты. Например, название, собственно говоря, самого магазина. Вы можете здесь ввести свое название. Вы можете загрузить сюда логотипы. Здесь есть рекомендуемые размеры в пикселях. Прямо с сайта, лучше на прозрачном фоне, как у нас. То же самое, два логотипа для мобильных устройств. То есть, как видите, они монохромные, белые на прозрачном фоне, потому что сайт адаптивный, и он изменится при просмотре с маленького экрана, и там лучше иметь другие варианты логотипов. И также отмечу, что, в общем-то, обязательно для ретиноустройств, то есть для тех компьютеров, планшетов и смартфонов, у которых экраны очень плотного, то есть высокого разрешения, рекомендуется загружать чуть больший размер логотипов. Это позволит им выглядеть четче на ретиноустройствах, то есть на устройствах с высоким разрешением. Все современные топовые смартфоны имеют такие экраны, поэтому, в общем, рекомендую загружать, вот как у нас и показано, два вида файлов, два вида картинок. Дальше вы указываете телефон, время работы, какая-то подпись, которая внизу в подвале будет идти, метаданные. Вот, кстати, с этого момента начинается работа с SEO, то есть это то, что необходимо указать, и то, что будет размещено на основных страницах сайта в качестве метатегов, то есть это описание сайта, ключевые слова. Поэтому над ними можно подумать сейчас и, в общем-то, указать то, что вы уже планируете продавать. На видео все это несложно. Дальше мы выбираем, нужно ли нам устанавливать мобильное приложение для интернет-магазина. К сожалению, вообще тема мобильного приложения не тема сегодняшнего вебинара. По этому поводу у нас есть отдельный вебинар, и если вас интересует мобильное приложение для вашего интернет-магазина, я рекомендую обратить свое внимание на соответствующий вебинар. В разделе события у нас, в разделе мероприятия у нас его довольно легко найти. Я установлю, не буду ничего делать. Здесь есть хитрая галочка, которая добавляет возможность видеть и покупать всем пользователям. Она по умолчанию стоит, мы ее не трогаем, поэтому она нам нужна. Складской учет. Можно включить, выключить и настроить. Основную, собственно говоря, историю, когда резервировать на складском учете товар. Я сейчас складской учет отключу, и для вас маленький комментарий. Если вы используете внутреннюю систему, такую как 1С, складской учет там на самом сайте вам будет не требоваться. Если вы не используете учетную систему, то складской учет можно использовать внутри Битрикса, и это будет удобно. Следующая работа у нас с локализацией. У нас есть несколько вариантов локализации интернет-магазина. По умолчанию это, собственно говоря, основные страны нашего присутствия. И информация о самом магазине. То есть email, по которому будет отправляться информация о заказах, из которого будет отправляться информация о заказах. То есть это ваш основной email администратора и всего интернет-магазина. Дальше идет уже юридические данные о вашей компании, ООО или ИП. Вы здесь должны все указать и, собственно, указать конкретные реквизиты. И даже можно загрузить печать фирмы. Она потребуется для того, чтобы формировать отчетные документы или, например, счет на оплату. В этом случае вы все сможете делать это практически в автоматическом режиме. Так, если вдруг по каким-то причинам вы не знаете каких-то данных при начале установки этого мастера, то есть какие-то данные вы не готовы сейчас однозначно решить, не переживайте, используйте те, что указаны у нас по умолчанию. Это не нарушит работоспособность. Вы в любой момент сможете еще раз запустить этот мастер и изменить эти данные или изменить их уже в административной части, воспользовавшись справкой или инструкцией. Так что особо здесь на этом этапе тормозить не нужно. Выбирайте то, в чем уверены, в чем не уверены, но оставляйте пока стандартные типовые данные. Это типы плательщиков, то есть кто будет нам платить, с кого мы можем собирать деньги с помощью интернет-магазина. Это могут быть физические или юридические лица. Если юридических лиц вы обрабатывать не собираете, или наоборот физически снимаете галочку, и этот тип плательщика на сайте отключается. Следующий основные моменты – это способы оплаты. По умолчанию у нас подключено несколько способов оплаты, которые, в общем так, одни из основных. На самом деле внутри уже будут установлены платежные системы, как Яндекс.Деньги, Ассист, Хронопей и так далее. Они уже будут установлены. Их нужно будет только активировать, заключив соответствующие договора с этими платежными системами. Способы доставки. Можно выбрать, например, несколько из встроенных. На самом деле другие способы доставки тоже уже будут внутри системы. Их также можно будет активировать только. Ну и местоположения, с которыми вы работаете. В данном случае я оставляю Россию и СНГ. Эти местоположения будут загружены в платформу, и система будет узнавать страны и города для того, чтобы... Для Москвы, например, для России вплоть до улиц и так далее. Для того, чтобы определять местоположение вашего клиента. Ну и, собственно, на этом у нас все основные настройки закончены. Сейчас произойдет некоторое их применение в систему, после чего мы с вами сможем перейти и посмотреть, что же у нас с вами получилось. На самом деле это занимает совсем немножко времени. Эта первичная настройка, как вы видите, выполняется довольно-таки быстро. Мы с вами со всеми разговорами и вступлениями потратили 30 минут. Если вычесть отсюда все те моменты, которые я потратил там на различные рассуждения, в общем, получится, наверное, минут 15-20 чистого времени на подобную установку. И, собственно, у нас с вами будет готов сайт к работе. Если у вас есть вопросы, напоминаю, что их можно задать в закладочку «Questions». Я сейчас вижу, что... Кстати, спасибо за то, что сообщаете о том, из какой у вас сферы. Это действительно любопытно. Я смотрю, не только одежда есть, но и разные другие сферы. Я все называть не буду, например, «Услуги рекламного агентства». Любопытно, как вы собираетесь их продавать через интернет-магазин. У рекламных агентств, мне кажется, довольно индивидуальные услуги, хотя на самом деле здорово, что такие идеи приходят и вообще стоят в реализации. Ну что ж, собственно, установка завершена, и мастер нам предлагает перейти на сайт. В этот момент будет удалена вся установочная информация, и мы с вами получаем наш сайт, готовый к работе. Что мы здесь видим, собственно говоря? Мы видим полностью готовый сайт. Мы видим сайт, наполненный товарами. Мы видим, что на нем применяются классные эффекты. Мне очень нравится. Это, по-моему, называется «Параллакс эффект», когда картинка вот так вот внутри и здорово выглядит. Мы видим новости, подключение всяких социальных сетей и подписку на рассылки. В общем, основные какие-то элементы интернет-магазина у нас с вами здесь уже реализованы. Есть поиск, по которому мы можем найти меню, которое нам помогает ориентироваться нашим клиентам в каталоге интернет-магазина и так далее. Видите, есть прекрасное оформление с точки зрения боковых фоновых картинок. Сейчас я закрою пока вот эти рекламные баннеры Marketplace, и их видно только при первой установке, только вам, администратору. Пока сверну панель, чтобы мы с вами хорошо... Чтобы мы с вами насладились... Ой-ёй-ёй. Так, я вижу, что возникла небольшая проблема с интернет-подключением. Продолжение следует... 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 Так, я смотрю, произошла некоторая проблема с интернет-подключением уже на моей стороне, я прошу прощения, что-то сбойнуло, видимо, у провайдера, но сейчас, как я вижу, произошло переключение, видимо, на резервный канал. Надеюсь, что все в порядке. Да, я вижу, что от вас пришло довольно-таки большое количество сообщений. Вот бывает, техника подводит, извините, пожалуйста. Ну что ж, продолжим. Я, собственно говоря, на время, поскольку мне система сразу сообщила о проблеме, я, в общем-то, ждал и пытался восстановить ее, так что сейчас должно быть все в порядке, и мы с вами продолжим. Так, 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 сейчас я уберу тут интерфейсы. Что я хотел, собственно, здесь сказать. Данный сайт готовый, и он уже адаптивен. Если мы с вами возьмем вот так вот панельку и наш браузер, попробуем свернуть до масштабов планшета, например, в вертикальном положении, мы увидим, что сам интернет-магазин несколько перестроился, у него изменился тип меню, да, он стал таким с выпадающей кнопочкой и выбором меню, убрались баннеры, которые не нужны на мобильном устройстве, они не загружаются, не показываются, немножко перестроилась вообще сама страничка. Если мы продолжим уменьшать браузер до размеров телефона, эта перестройка будет продолжаться для того, чтобы уже хорошо отображаться уже на маленьком экране. Ну и, собственно, мы видим, что и размеры картинок уменьшились, и логотип стал другим, да, как раз то самое оно. И вообще в целом по-другому стало выглядеть. Перестроился и подвал для большего удобства работы с мобильным телефоном. В то же время, например, работа с каталогом товаров осталась довольно-таки удачной, то есть мы все равно видим все товары и можем с ними взаимодействовать. Это и есть принцип адаптива. Вот я сделал чуть пошире, и мы уже видим полноценное меню и, собственно, по-другому устроенную шапку, с которой можно работать. Это и есть адаптивная, так и называемая адаптивная верстка, когда один и тот же сайт с одним и тем же каталогом, с одними и тем же функциями выглядит по-разному в зависимости от того, какая ширина экрана используется. Опять же, используя готовое решение, в большинстве случаев вы уже получаете такую верстку, и, соответственно, вам не требуются какие-то дополнительные работы и затраты на это. Так, ну что ж, посмотрим к... я сейчас обращусь, пока мы не перешли к другим настройкам. Так, опять. Пока мы не перешли к другим настройкам, я хотел бы посмотреть на вопросы. Так, 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 так. Есть ли ограничения по количеству товаров на сайте? Нет, ограничения по количеству товаров нету. Я знаю сайты, которые миллионами товаров, в общем-то, ворочают, и просто, скажем так, чем больше товаров, тем внимательнее надо относиться к различного рода настройкам платформы, к оптимизации настроек оборудования, на котором работает сайт и так далее. То есть, если у вас там десяток тысяч товаров, то, в общем, можно работать особо не, скажем так, не уделяя этому внимания. Если уже больше, если сотни там и миллионы, тогда уже надо относиться к этому действительно внимательно. Но в целом ограничений, конечно же, нет. Какую нагрузку может выдержать сайт и сколько посетителей единовременно? Тоже хороший вопрос. Какую нагрузку может выдержать сайт? Это зависит от нескольких факторов. Если сделать все действительно правильно, то есть взять, например, один хороший сервер, на который установить Bittrex, оптимизированный на нашей виртуальной машине, и, скажем так, доверить профессионалам с точки зрения администрирования и разработки интернет-магазина настройку и, скажем так, работу с компонентами, то, допустим, 700 тысяч посетителей в сутки он выдержит. Одновременно это могут быть сотни, которые будут при этом активно работать, ну, сотни и тысячи, да, которые на самом деле в одновременных, ну, не считают, считают в, ну, некой нагрузке там, грубо говоря, в какой-то период времени. В целом не вижу проблем в том, чтобы работать с огромным количеством посетителей. Так. Часто зависает. Дмитрий, да, к сожалению, что-то происходит с интернет-подключением. Я сейчас переключился на резервный канал, я надеюсь, ситуация исправится. В любом случае, видео вам в помощь. Видео будет нормально записано, без зависаний. Обязательно ли логин при регистрации должен быть админ? Нет, конечно, не обязательно. Можете выбрать свой любой логин, который вам больше нравится. Так. Вопросы все. Теперь мы с вами продолжаем первичные настройки интернет-магазина. Поскольку у нас, собственно, сам магазин уже развернулся, он вроде как работает, но нужно сделать еще несколько вещей, которые, на мой взгляд, с технической точки зрения достаточно важны. Если вы не используете виртуальную машину, они важны в особенности, потому что на виртуальной машине все более-менее настроено, да, там тоже есть нюансы. Некоторые вещи настраиваются индивидуально, в том числе и в достаточно готовом решении, таком, как виртуальная машина. А если вы используете какой-то сторонний хостинг, и он там, может быть, не очень готов к работе с битриксом, то некоторые настройки надо будет скорректировать и на стороне битрикса, и на стороне хостинга. Как это делается? Мы переходим с вами в административную часть и, собственно говоря, проверяем основные настройки окружения нашей платформы. Мы сейчас не будем здесь останавливаться на различных моментах, мы сразу перейдем в настройки. В целом обзор по административной части я еще сделаю буквально через 10 минут. И идем в инструменты. В инструментах есть такой пункт проверка системы. Это, в общем, достаточно удобный сервис для того, чтобы разобраться, а все ли на самом деле так хорошо, как кажется снаружи. Мы начинаем тестирование, и в этот момент битрикс проверяет сам себя и проверяет окружение, в котором он работает. В частности, мы здесь можем увидеть, что у меня все зелененькое, ну, почти все зелененькое. Здесь будут правильные ошибки, которые должны были возникнуть, и мы их ожидаем. Проверяется наличие необходимых модулей в PHP, основные параметры языка, да, на котором работает битрикс, модули веб-сервера и так далее. То есть, на самом деле, система проверяет не только свои настройки, но и настройки сервера, на котором происходит работа. В некоторых случаях настройки могут быть несовместимы с жизнью платформы, тогда еще на этапе установки она начнет ругаться и говорить, что здесь что-то не так. И, на самом деле, этот сервис очень удобен тем, что у него есть вот здесь знак вопроса, который подскажет конкретные проблемы, что произошло. Ну, давайте вот посмотрим. У нас есть, например, замечание, да, то есть это не мешает работе, но могут возникать проблемы. Можем нажать вопросик и разобраться, что же за параметр такой в настройках хостинга вызывает данное ограничение. В данном случае это ограничение на размер стека, и, собственно говоря, есть команда, как, собственно, это сделать, да, и что исправить. То же самое будет касаться и других настроек. В частности, вот у меня не работает сейчас отправка почты. Это связано с тем, что у меня совершенно не настроен почтовый сервер, и система действительно, моя виртуальная машина не может отправлять письма, и она сейчас об этом сообщает. Ну, и, собственно говоря, мы, если нажмем, то мы можем разобраться, собственно говоря, что же за проверка и какие можно сделать действия для того, чтобы исправить эту ошибку. Ну, дальше вроде у нас все успешно и все проверено, система полностью готова к работе, за исключением, как видите, отправки почты. Ну, эта отправка, работа с настройкой почтового сервиса на самом деле должна решаться каждый раз индивидуально, потому что это зависит от того, как вы будете отправлять. В моем случае используется локальный компьютер, который не умеет в таком формате отправлять почту, и нужно привязывать его к какому-то почтовому сервису. В случае, если вы будете использовать хостинг, там, на 99% такой ошибки не возникнет, потому что у них такие сервисы уже все преднастроены. И это правильно. Следующий пункт – это проверка доступа. На самом деле выполнение его не обязательно, поскольку по умолчанию система развернута, и, собственно, там все в порядке с доступом к файлам. В некоторых случаях это может вызвать проблемы. Если вдруг что-то работает не так, загляните сюда и запустите проверку. Ну, и, собственно, пункт техподдержки, где вы можете обратиться в нашу техподдержку, если что-то вам непонятно или вы не смогли справиться с какими-то вещами. Следующая история – это нам нужно будет посмотреть на производительность системы. Кстати, в инструментах вы, на самом деле, увидите еще целый ряд пунктов, которые могут вам помочь в той или иной ситуации. В частности, есть, например, пункт диагностика, который проверяет по отдельности все вот эти вот параметры и в том числе выполняет, например, оптимизацию базы данных. Это тоже бывает необходимо, когда речь идет о работе с большими объемами данных и с большим количеством посетителей. Но нас сейчас на первом этапе будут интересовать производительность. То есть это второй камень преткновения, который должен быть проверен при запуске сайта. Это скорость, с которой он может работать. Для того, чтобы проверить, мы нажимаем здесь вот «Тестировать конфигурацию». Эта кнопка, опять же, проверяет окружение и настройку платформы, но уже с точки зрения производительности системы. Мощности компьютера, на котором он установлен, настроек всех систем и систем кэширования, и PHP и так далее. И убеждается, что все хорошо или все плохо. Ну вот, как вы видите, на моем компьютере он довольно-таки мощный и, в общем, даже дает фору некоторым эталонным значениям. При том, что одновременно сейчас вместе с запущенным виртуальным сервером работает программа для вебинара, транслирует видео, звук и так далее. Ну вот, видите, текущие очки, которые набрал мой компьютер, это 39,2 при эталоне в 30. То есть вот на эту циферку надо обратить внимание. Если она выше 30, то, в принципе, на первом этапе вы можете особенно не беспокоиться. Можно пробежаться по вот этим цифрам, которые сравнить с эталонными. Но, в частности, среднее время отклика, например, у меня явно лучше, чем у эталона. Процессор выполняет гораздо больше операций в секунду, чем эталонные. Файловая система работает быстро. Почтовая система тоже. Время старта сессии нормальное. Конфигурация тоже все хорошо. Скорость чтения и работы с базой данных тоже удовлетворительная. То есть они выше, чем эталонные. Это означает, что сейчас я могу не беспокоиться о производительности своего сайта. Что основные моменты у меня настроены правильно, и я могу продолжать работать. Есть еще тестирование производительности в боевом режиме. То есть когда вы сайт уже запустили или хотите потестировать его в режиме именно скорости загрузки страниц, как отрабатывает каталог и так далее, вы можете запускать вот этот тест. Он запускается на определенное время, например, на 5 минут. И после его запуска система начнет собирать все обращения ваших посетителей к сайту и к его страницам. Если я сейчас вот открою, например, в отдельной вкладочке и начну ходить по разным разделам, система начинает собирать эти данные и записывать время открытия страниц, записывать узкие места, сохранять, какое количество запросов было сделано, насколько там все это быстро произошло, есть ли где-то какие-то ошибки или медленные моменты. И обо всем об этом нам расскажет. Сейчас у нас идет тест. Вот он уже три хита моих собрал. Еще пять минут будет собирать. Ну, после чего мы сможем посмотреть на, например, 20 самых нагружающих страниц. То есть это те страницы, которые обеспечивают максимальную нагрузку на наш сервер и, соответственно, сжирают его время. Ну, вот как бы, несмотря на то, что страницы открываются довольно быстро, 0,3 секунды, да, они все-таки обеспечивают какую-то нагрузку на сервер. И если таких страниц будет много, да, то имеет смысл пойти посмотреть, например. В частности, вот здесь вот именно этот компонент, он указывает, что здесь какое-то кэширование, видимо, не работает. Да, есть некэшированные компоненты. На самом деле, в данном случае система тестирования производительности немножко перебдила, скажем так, потому что каталог персональных предложений не должен быть закэширован. Он и не кэшируется, и не должен. Но система уже сообщает, что есть какая-то проблема, и, возможно, вам имеет смысл туда обратить внимание. Это мы с вами проверили, собственно говоря, работу платформы в целом. Мы теперь знаем, что у нас сайт работает, что он показывает хорошие показатели по скорости, что у него все в порядке вокруг с окружением. И в целом мы можем приступать к работе непосредственно уже с интернет-магазином. А для этого мы с вами пойдем дальше. Инструменты мы сейчас на данный момент пока можем закрыть и перейти к настройке самого интернет-магазина. Давайте сделаем быстренько краткий обзор по, как и обещал, через 10 минут, краткий обзор по панели управления, вот этой вот административной части. И обычно административная часть начинается с вот этого рабочего стола, на который вы можете собрать удобные для себя виджеты. Почему-то мы их здесь называем гаджеты. Ну, да не важно. В частности, видите, у меня здесь есть виджет по графикам продаж. И я могу видеть, сколько продаж и сколько денег мне пришло. На самом деле я могу этот виджет, например, удалить и на место него поставить какой-то другой. Здесь у меня, например, есть статистика по заказам. То есть сколько было создано заказов, сколько оплатено, сколько отменено и по времени. Какие конкретно заказы были там за последнее время. Также у меня есть целый набор таких баннеров, которые сообщают, например, о производительности, которые сообщают о безопасности, все ли в порядке у меня со сканером и вообще с окружением с точки зрения безопасности. Сейчас я в рамках этого вебинара его не рассматриваю, но он работает примерно по такому же принципу, как и проверка производительности. Нажали кнопку, система просканировала, сообщила о возможных угрозах и о том, что нужно с этим сделать. Статистика по посещениям здесь есть, по товарам, какие товары продаются или какие просматриваются. То есть мы там все это можем здесь посмотреть, собрать, так сказать, в одном месте в рабочем столе какие-то основные сводки. При этом этих рабочих столов может быть несколько. Можно добавить рабочий стол и создать сюда какие-то другие наборы этих блоков и, соответственно, использовать их для быстрого доступа к каким-то материалам или просто получая сводку. Дальше есть система, отдельный пункт работы с контентом. Это начиная от работы с непосредственно файлами, да, то есть мы здесь можем получить доступ к файловой системе сайта и, в общем-то, увидеть непосредственно сами файлы живьем, то есть из чего сайт состоит. Вот они, файлы, скрипты, картинки, все, что нужно. Если вам нужно поработать с какой-то страницей в таком режиме или какие-то хитрые настройки произвести, вы можете использовать файл-менеджер, встроенный в платформу. Но это уже, наверное, для продвинутых пользователей история. Также есть возможность работать с контентом, с динамическим контентом, это информационные блоки. И здесь мы с вами на примере новостей можем посмотреть, как работать с информацией. В частности, в качестве первичных настроек я бы рекомендовал настраивать себе вот эти табличные представления. То есть вообще весь набор данных, который выводится на вашем сайте, который хранится на вашем сайте, всегда представляется в виде какой-то базы данных, то есть это некая таблица. И работать с ней бывает удобно, бывает не очень, но в частности стандартное представление, которое выглядит, например, в новостях, мне кажется не очень удобным. И я могу для себя его настроить, перейдя в настройки. И такие настройки есть в любой табличной форме, которую вы видите в нашем, в административной части Bittrex управления сайтом. Я могу убрать отсюда, например, сортировку, которая никак не используется. ID новости тоже совершенно не нужен. Но, например, мне может интересовать количество показов, картинка и описание. Ну, то есть первичный текст я могу сохранить для всех вообще пользователей платформы, да, для всех пользователей моей административной части, и они, собственно, будут уже при следующем ходе видеть это вот таким образом. Ну что ж, вы видите, что уже новости представлены, скорее, индивидуализировано для новостей, да, есть название, есть там признак публикации на сайте, то есть активность включена или выключена, дата изменения, когда последний раз новость менялась, количество показов сейчас ноль, соответственно, она не выведена. Это картинки, которые в новость были загружены, и там краткий анонс. И мы можем сразу понимать, о чем идет речь. Да, и можем, например, производить групповые операции. Вот эти две новости устарели, мы их раз, деактивировать, и применяем. Две новости моментально деактивируются, и сайта пропадают. Это может касаться не только новостей, но и различных товаров или других массивов данных, которые вы будете использовать на своем сайте. Также в табличных формах есть фильтр, который позволяет быстро находить те самые материалы, которые вам нужны на данный момент. В частности, сейчас у меня, например, включен фильтр по названию, но я могу использовать и другие поля, которые мне могут понадобиться. Например, кто создал, я могу по пользователю, который создавал те или иные данные, да, но я здесь один пользователь сейчас, соответственно, вот он админ. Я могу посмотреть, кто создавал, вернее, выбрать только те элементы, которые были созданы конкретным пользователям. Могу выбрать какие-то другие данные, например, дата создания, да, и выбрать некий интервал, там все новости, которые были созданы за предыдущую неделю, да, и, соответственно, найти их и сохранить. Еще один очень важный момент для того, чтобы вот эти фильтры сохранять и каждый раз не набирать заново, если у вас есть привычный сценарий взаимодействия с ним, есть шестеренка, сохранить как, последние новости, ой, прошу прощения, я создаю такой фильтр, делаю его доступным для всех, у меня появляется новый табик вот здесь. Я могу даже свернуть эту штуку и в один клик переходить к списку нужного мне фильтра. Все-таки опечатался, но, извините, торопился. Фильтр отменяем и, собственно, видим все, как было. Это основные принципы работы с табличными представлениями, да, вот с такими интерфейсами табличного вида. Это будет также работать и для каталога товаров. Если мы в него заглянем, увидим, что он выглядит точно так же, только форма, опять же, не настроена, да, или выглядит не так, как, например, хотелось бы, вы можете сюда добавлять, убирать колонки, выводить картинки и так далее, делать так, как вам хочется. Естественно, в табличном представлении доступные разделы. Это полноценная база данных, архитектура каталожная, по которой вы можете ходить, смотреть, выбирать товары и что-то с ними делать. Работа с товарами тоже производится довольно быстро. Открыли товар, нашли нужный, либо с помощью фильтра, либо вот так, как я сделал, по дереву каталога, и получаем интерфейс управления характеристиками и свойствами товаров. Мы видим здесь картинки, мы видим здесь различные данные, которые можно выводить, начиная там от всяких артикулов и так далее. Название, описание. Здесь, наверное, этого нет. Вот нужно переключить, например, работу в визуальный редактор для того, чтобы подробное описание посмотреть. SEO, к этому мы сейчас вернемся чуть попозже. Реклама, если подключен Яндекс.Директ, то здесь можно видеть, что происходит с рекламными площадками. Привязка к разделу, да, то есть это у нас товары-панталет, они лежат в панталетах, но мы можем взять и положить во все туфли. И, собственно, торговые предложения, да, то есть те самые... Здесь, например, очень часто используется настройка, потому что непонятно, чем одно предложение отличается от другого. Но если зайти в настройку, например, и добавить сюда размер обуви и, например, цвет, то сразу становится все на свои места. Мы уже понимаем, что это панталеты просто разного размера. В данном случае цвет один, а размеры разные. Можно также сюда, в этот пункт, например, убрать совершенно ID-шники, сортировка, которая не нужна, доступность, естественно, понадобится. Можем вывести, например, розничную цену для того, чтобы просто понимать, сколько что стоит. Ну вот все у нас произошла, быстрая перенастройка интерфейса, и нам уже понятно, о чем, собственно говоря, речь. Это все доступно для вас, и это как раз те самые первичные настройки, которые стоит сделать для того, чтобы дальше вам было удобнее работать и с товарами, и с другими данными, которые хранятся у вас в системе. На самом деле настроек может быть очень много. Вернее, не может быть, их точно есть очень много. И для того, чтобы справиться со всеми настройками интернет-магазина, мы специально сделали вот такую штуку, которая называется мастер-магазин. Это именно мастер-настройки. Вот такая большая простыня различных ссылок на те места в административной части, про которые надо не забыть при первичных настройках. Как вы видите, здесь целый блок настройки магазина, без которых он не сможет работать. И здесь он начинается прямо по порядку. Как работать с этим интерфейсом? Это довольно просто. Мы, например, идем в первый пункт, используем валюты. И, собственно, видим, что попали в список валют, которые доступны нам для использования в интернет-магазине. Базовая валюта у меня рубль. И вот этот блок, который выскочил сейчас здесь, при переходе из мастера-настройки, мне говорит, что мне нужно задать валюту, настроить курсы, обратить внимание, что одна из валют должна быть базовой. В данном случае настройки по умолчанию, они, в общем-то, совпадают. Но если что-то непонятно, здесь есть кнопка документация, которая откроет вот в такой вкладочке справку о том, что здесь можно и как нужно сделать. Здесь даже есть некое обучающее видео, которое можно кратко посмотреть и разобраться, какие пункты настроек для чего нужны. А также перейти, например, в обучающие уроки, полноценные обучающие уроки, уже не в виде краткой справки, а в виде полноценного курса управления валютами. И вот, собственно говоря, здесь все расписано, для чего что нужно, как это используется и так далее. В том числе, пример работы с валютами. Например, что бывает очень важно, посмотреть в виде именно некого примера, как это может быть использовано. Ну вот здесь вот, как, например, автоматически конвертировать цены, если они у вас пришли в разных валютах, вы можете их сконвертировать в базовую валюту. Естественно, на сайте тогда они будут отображаться только в рублях. И вот здесь все об этом написано. Можно заглянуть в валюты и посмотреть, убедиться, что с валютой все в порядке. Цифровой код, все окей, она первая. Можно изменить формат, например, вида. То есть вот так, например, должна отображаться цена. Два десятичных знака, разделитель, пробел. Ну, в общем, выстроили сразу название на английском языке, если будет использоваться английская версия сайта. Ну, в общем, и это дело сохранить. Мы убедились, что с валютой у нас все в порядке. После чего мы в этом блоке нажимаем «Задание выполнено». То есть мы просто системе, мастеру настройки магазина сообщаем, что мы с валютами разобрались. И здесь сразу ставится галочка, и мы можем переходить к следующему пункту. Таких пунктов довольно много, и по всем, конечно, сейчас я не пройдусь, но основной принцип понятен. Вы получаете некое задание, которое надо выполнить. Вы получаете доступ к документации, к быстрым справкам. Вы отмечаете, что данная задача выполнена для вас. В частности, у меня по умолчанию идут штука, да, это единица измерения. Здесь все в порядке, мне ничего менять не надо, поэтому я смело сразу говорю, «Задание выполнено, мой магазин торгует одеждой, это штуки, и, соответственно, все готово». Я могу вернуться к мастеру и продолжить настройку магазина и так дальше. Чем дальше я буду продвигаться, тем дальше будет двигаться вот эта шкала общего прогресса настроек, да, пока она не перейдет в следующую зону, да, я, наверное, не смогу запустить интернет-магазин, так как это, в общем, несколько мешает некоторые настройки, без которых магазин не может адекватно работать. Здесь есть пункт «вот товаров». Это один из следующих моментов, про который мне нужно с вами сегодня поговорить. Это, собственно говоря, откуда же взять каталог и как его вообще запустить. Здесь есть несколько вариантов, в частности, «вот товаров вручную», и если мы перейдем сюда, мы попадем в каталог, опять же, документация, возможность отметить, что мы с товарами разобрались и начать с ними работать. На самом деле создавать товары можно действительно вручную, есть мастер создания товаров, есть выбор различных вариантов товаров, если у вас товар с торговыми предложениями, то есть это один товар, и у него есть несколько вариантов размеров, несколько вариантов цветов, то это вот именно товар с торговыми предложениями. Вы можете создавать комплект. Это когда у вас есть два товара, и вы хотите продавать их вместе, вы можете создавать комплект, где укажете первый товар и второй товар, укажете ему специальную цену, и этот товар окажется в каталоге именно как один товар. Но продаваться, списываться, он будет, естественно, со складского учета, из вашей информационной внутренней системы, будет как разные товары. И есть набор. Это когда вы можете подобрать несколько видов различных товаров и предлагать их в виде набора. В этом случае ваш покупатель сможет сам купить себе такой набор, изменив в нем некоторые позиции. То есть комплект чем отличается от набора? В комплекте вы заранее устанавливаете, что вот этот товар продается с этим, а набор – это такая интерактивная штука, которую вы говорили. Вот у меня, боюсь, в готовом магазине нету наборов созданных, или я сейчас не помню, где они есть. Ну вот, например, вы выбрали штаны, да, и к этим штанам можно запросто в наборе предложить сразу и майку, и туфли, и еще что-то, ремень. Вот видите, подарки, например, предлагаются, а можно предложить в виде набора. И ваш покупатель сам выберет, какого цвета ремень выбрать, какую майку подобрать и так далее. И на все это получат некую скидку или специальную цену. Такие штуки используются для увеличения среднего чека интернет-магазина. То есть вы смело делаете наборы, предлагаете какие-то комплекты для того, чтобы просто поднять свой средний чек. Это хорошо работает и довольно легко создается. Если у вас есть какой-то источник товаров, ну, первый и самый главный источник товаров – это внутренняя система, то есть 1С, например. И вы можете интегрировать платформу VITREX с своей внутренней системой 1С, где уже есть все товары, возможно, там есть описание, цены, но большая часть вещей там уже есть. Единственное, что в рамках текущего вебинара я не могу показать вам все детали интеграции с 1С, потому что на это просто не хватит времени, но я хочу вас ориентировать вот на этот вебинарчик. Этот вебинар называется «Живой мастер-класс по настройке 1С для интернет-магазина». Он был 30 августа, и мои коллеги Юра Волошин и Саша Денисюк, которые занимаются непосредственно самим магазином и нашим модулем интеграции с 1С, в этом вебинаре очень детально показали и рассказали, как подключить свой магазин к 1С, какие настройки нужно сделать, какие возможности там есть, отвечали на вопросы и так далее. То есть если вы спланируете подключить 1С к своему магазину, вот этот вебинар будет очень детально, очень детально вам покажет, как это сделать. Как вы видите, в рамках одного вебинара это невозможно, потому что еще два часа показывать интеграцию с 1С было бы, наверное, излишним. Я обращу ваше внимание на следующий момент, и такое тоже часто используется, когда вам необходимо импортировать откуда-то товары. Чаще всего это какой-нибудь прайс-лист Excel, который от вашего поставщика или нескольких поставщиков пришел, и это там выглядит каким-то непонятной кашей, и хочется из этого сделать действительно каталог и разместить это в своем интернет-магазине. Для этого есть импорт. У нас есть такой пункт, он называется импорт данных. А, сейчас, нет, не здесь. Это будет вот здесь, информационные блоки, импорт. Здесь есть выбор CSV, то есть импорт из файла, по факту файла Excel. Этот импорт делается довольно легко, нам нужно выбрать, собственно говоря, что же мы импортируем, выбрать, куда мы импортируем, в данном случае вот в магазин, в каталог одежды. У меня, к сожалению, нету готового CSV-шника, я боюсь, что я сейчас не смогу вам это дело показать. Без файла он, наверное, не запустится, да. Так, секундочку. Сейчас я попробую. Нет, нету здесь готового. Готового примера, к сожалению, нету. Жаль, мне казалось, у нас раньше был. В процессе импорта система предложит вам... А, вот я сейчас водку вам покажу. Что-то я... Так, 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 по-моему, у нас здесь в магазине. Давайте вот как сделаем. Мы сейчас, чтобы продемонстрировать это, мы сейчас экспортнем наш текущий каталог в CSV, и это будет нашим файлом импорта. Берем готовый каталог. Сейчас я его сделаю экспорт. Мы можем определить, какие поля экспортируются. На самом деле именно в таком варианте оно будет экспортироваться, импортироваться обратно. Начинаем выгрузку. Вот, собственно говоря, файлик, который будет экспортирован. Выгрузка завершена. И теперь я могу попробовать экспортировать это дело. Этот файлик у меня теперь есть. Вот он выбран. И, собственно, мы это сделаем только для того, чтобы посмотреть, какие настройки в процессе импорта есть. Дальше нам нужно определить формат данных. Да, он обычный CSV – это с разделителями. Разделитель точка с запятой. Первая строка у нас содержит поля. Да, образец данных. Здесь вроде все правильно. Попробуем дальше. Вот, собственно говоря, основная задача, которую нужно будет совершить потом. На самом деле вы можете загрузить любой Excel-ник в формате CSV, просто перезагрузить, скажем так, сохранив его из Excel именно в формате CSV, с нужным разделителем, который вы посчитаете нужным. Выбор типов разделителей здесь есть. Дальше вам нужно просто выставить некоторые соответствия. Вы здесь увидите поля, то есть это колонки вашего Excel-ника и, собственно говоря, выбор того поля, в которое должна попасть эта колонка в вашем каталоге. В частности, здесь есть название этих полей. У нас они, естественно, идут из текущего названия полей сайта, но у вас здесь названия будут ваши, видимо, которые попали из прайс-листа, и вам нужно просто выставить соответствие, что определенное свойство там, например, название, да, должно оказаться в названии, ну и так далее там, то есть все, выставить некоторые соответствия полей. После чего, если у вас есть, например, путь, нужно загрузить картинки, есть картинки в отдельной папке все лежат, каким-то образом пронумерованные, это можно сделать отсюда же. Если товары, у которых файл, здесь даже настройка, что делать с товарами, потому что вы можете периодически загружать обновление этого прайс-листа, и система будет знать, что делать с уже существующими товарами, их нужно там, например, нет товаров, да, в новой выгрузке, соответственно, вы там эти товары убираете, чтобы они на сайте не появились, или вообще удаляете. И, соответственно, наоборот, если товар заключается, загружается новый, в смысле уже существующий, то понимаете, что с ним делать. Например, ничего не трогать или активировать, если он был деактивирован. Ну и так далее. Различные вещи, которые нужно сделать. В Excel, как видите, могут содержаться даже описания дополнительные и так далее. В общем, все это будет видно и может быть настроено. Я сейчас не буду загружать данные, чтобы это все у меня не загрузилось одно на другое или не задавались товары. Но в целом вы сможете работать с этим именно так, как удобно. Если есть какой-то Excel-ничек, приведите его в более-менее порядок, то есть так, чтобы наименования колонок были такими, как вам удобно, чтобы там были те данные, которые вам удобно, и, собственно говоря, загрузите их вот таким образом. Это для работы с импортом каталога без учетной системы, то есть без 1С. Так, с магазином, с магазином. По мастеру мы с вами прошлись. Мы смогли, собственно, пройти здесь и все настроить. Здесь даже есть основные видео для интеграции с 1С. И нам с вами нужно перейти к следующему шагу. Это настройка платежных систем и служеб доставок. Здесь также есть эти пункты, и они точно также вас отправят в нужное место административной части. и дадут вам задание, что нужно сделать, и предоставят ссылку на документацию. В частности, у нас здесь есть целый ряд уже готовых служб оплаты, которые здесь загружены. Это означает, что, например, Яндекс.Деньги, который сейчас, например, умеет практически любые процессить системы оплаты, вы можете его просто активировать. Для этого надо попасть внутрь самой службы и разобраться, как это должно работать, что здесь нужно сделать. Здесь, на самом деле, довольно все просто. Как видите, здесь есть некоторые описания, есть проверки, заголовки, есть виды платильщиков, то есть какие платильщики могут использовать этот способ оплаты или нет, и, собственно говоря, подключение к самому Яндексу. Вот эти данные вы можете получить от Яндекса при заключении с ним соответствующего договора. Это будут идентификаторы, номера, пароли и еще целый ряд дополнительных вещей, которые вообще по умолчанию здесь уже настроены, их можно не трогать. А вот эти основные данные вам надо будет заполнить, после чего, включив, например, тестовый режим, попробовать оплатить первую часть, ну, то есть перейти к оплате, проверить это все и разобраться. Или даже не включая тестовый режим, сделать примерную оплату. Вот эта галочка, например, может быть очень важной – автоматически оплачивать заказ при получении успешного статуса оплаты. То есть как только от платежной системы придет отбойничек, что оплата произведена, статус заказа автоматически сменится. То есть это, например, важно не забыть такую штучку поставить. Не всегда это делается автоматически, но если в вашем бизнес-процессе магазина не нужно проверять ничего менеджерам, то галочка будет очень уместна. Примерно таким же образом настраиваются и остальные платежные системы. А если той платежной системы, которая вам нужна, здесь по какой-то причине нет, то вам прямая дорога в Marketplace. И я сейчас покажу, как это будет работать. У нас есть такой пункт Marketplace, и здесь есть каталог решений. Каталог решений структурирован, конечно же, и мы можем выбрать отсюда... Сейчас у меня загрузится. Для интернет-магазина... Сейчас, где-то это... Или в интеграции. Сейчас найдем. Наверное, вот здесь вот. Так, 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 так. Не вижу я здесь, значит, не здесь. Так, торговые площадки. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот, здесь модуль приема платежей Payneway и так далее. Здесь целый ряд будет, в том числе, платежных систем и других внешних сервисов. Например, доставки и так далее. То есть здесь вы выбираете те модули, которые вам нужны. Здесь довольно большой выбор для того, чтобы установить на свой сайт ту службу оплаты, ту или ту службу доставки, которая вам нужна или которая вас интересует. Ну-ка, интересно, а если я попробую поискать здесь? Я, наверное, тоже что-нибудь найду. Да, вот, пожалуйста, интернет-аквайринг Сбербанка. Прием платежей через Сбербанк. Ну, то есть, видите, тут можно довольно быстро найти различные модули, которые вам нужны. Или, там, ваш банк какой-то особенный, которого нет у нас в стандартной поставке, можно здесь его найти в маркетплейсе, наверняка он тут уже есть. Это возможность после установки или покупки, ну, вот, почему-то платные решения есть и бесплатные. Ну, Сбербанк, видимо, здесь нету родного. Это все решения внешних интеграционных партнеров, поэтому они не стоят денег. Большинство платежных систем, конечно же, бесплатные, потому что они зарабатывают совсем на другом. Вот, и вообще в маркетплейсе довольно много модулей, которые помогут вам расширить возможность, вот, например, купить в один клик, да, изменяет, добавляет возможность покупки в один клик. Вот интернет-аквайринг Альфа-банка, например, тоже, пожалуйста, установка бесплатного модуля и подключение. Все это будет сделано довольно быстро в несколько кликов. Так, что же, что же, на самом деле основную часть я вам показал, сейчас посмотрю, что у нас происходит с вопросами. Михаилу скажу, что ему надо уже готовиться. Так, 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 к своей части, а я пока поотвечаю на вопросы. Можете дать рекомендацию по сотрудничеству, кто может грамотно настроить сайты, оборудование? Знаете, рекомендацию, наверное, не могу, потому что партнеров очень много, и они разные, скажем так, и на... по стоимости, по удаленности от вас и так далее. Я бы рекомендовал просто обратиться к нашему списку партнеров, в котором там по каким-то критериям, там, по, например, компетенции системного администрирования, да, если вас волнует оборудование и производительность, там, по компетенции интернет-магазина, разработки и так далее, выбрать некоторый пул партнеров, с которыми связаться, запросить у них предложения, рассказать им о своих задачах, ну и, собственно, сотрудничать с тем, кто вам больше приглянется. Поскольку их довольно много, вот так вот выдать какую-то рекомендацию очень тяжело, нужно знать много нюансов, и это все-таки не в формате вот так вебинара. Видео записывается, где можно посмотреть? Да, видео записывается, и посмотреть можно будет на нашем сайте в разделе мероприятия в закладочке вебинара, и, соответственно, на нашем канале в YouTube можно найти по поиску один из битрикс-каналов наших. Где можно узнать требования к компьютеру для установки платформы? Знаете, требование очень такая расплывчатая, ну, вернее, не как расплывчатая, а на самом деле битрикс будет работать практически на чем угодно. Как видите, сегодня я его запустил на своем макбуке, то есть это мой небольшой ноутбук, с которым я, собственно, езжу в командировке и работаю в офисе, и туда он легко установился. Битрикс может работать практически на любом компьютере. Единственное, что от того, насколько большая производительность вам нужна, да, будет зависеть от того, какой хостинг выбрать или какой тарифный план у хостинга выбрать. То есть для установки уже боевого магазина, для боевого, это значит того, который будет работать в режиме онлайн с вашими посетителями, надо выбрать хороший качественный хостинг. Посмотрите, те хостинги, которые обеспечивают специальные тарифы и специальные сервера для битрикса. Это будет просто, тут вопрос только в удобстве использования, да, потому что они уже преднастроены, это означает, что вот таких первичных настроек по самому оборудованию нужно будет сделать самый-самый минимум. Ну, и, соответственно, хостер вам с этим, скорее всего, поможет с помощью своей технической поддержки, сориентирует вас где что и как поправить. Как правильно выбирать хостинг? Этот вопрос попробую вам ответить следующим образом. У нас в разделе партнера есть вот такой пункт хостинг, и здесь есть список хостеров, которые обратились к нам и предложили тарифы для размещения битрикса. Вот в этом списке вы можете по нему прогуляться, выбрать варианты, если это виртуальный хостинг или виртуальный выделенный сервер, или вообще установка виртуальной машины. Тут, соответственно, есть сравнительные характеристики, да, то есть индекс производительности, какая цена, какие тестовые периоды, разные тарифы и так далее. Вот здесь можно попробовать ознакомиться с предложениями хостеров, которые с нами так или иначе работают, и выбрать кого-то из них, попробовать. Видите, у всех есть тестовые периоды, это означает, что вы сможете запустить там как минимум демо-версию и поработать с ней и попробовать. Так, я смотрю, что вопросов пока больше нет. На этом моя часть, наверное, будет заканчиваться. Сейчас посмотрим, как у нас. А, так, вот вопрос. Сейчас, секунду. Покажите SEO. Так, по SEO, кстати, вот вопрос, который я не рассмотрел. Спасибо, что немножко, что мне о нем дополнили. И тут товары разные по цвету и картинке. Давайте к этому вопросу вернемся, это правда очень важно. Так, давайте вернемся к каталогу. У нас есть каталог и список товаров в нем. То, что нам нужно будет сделать с нашим каталогом при работе с торговыми предложениями и как раз с настройками по SEO. Ну, давайте возьмем вот эти штаны полосатый рейс. Это товар, мы видим, что это товар с предложениями. То есть как раз тот самый товар, у которого есть разные цвета и размеры. Вот здесь мы увидим с вами в закладочке торговые предложения разные виды этих штанов, скажем так. Они разного цвета и, возможно, разного размера. Сейчас мы посмотрим, как сделать так, чтобы вывести размер одежды сюда. Давайте размер обуви мы отсюда уберем и сохраним. И увидим, что да, тут есть в одном цвете несколько разных размеров. Для того, чтобы создать в одном товаре такой набор разных предложений, так сказать, торговых, можно воспользоваться двумя путями. Вернее, тремя. Первый путь – это загрузить это дело все из 1С. То есть там-то хранятся эти штуки характеристиками, и все это прилетит во время обмена само. Можно добавить по одному. Есть кнопка «Добавить», и мы сможем добавить, собственно говоря, торговое предложение, полностью загрузив картинки и так далее, указав его цену, наличие и так далее. А можно воспользоваться генератором торговых предложений. Генератор торговых предложений чем удобен? Тем, что он позволяет за одну настройку создать сразу очень большое количество вот этих вот предложений. Мы можем назвать как-то наш будущий товар. Можем использовать сюда, добавить в название, например, цвет. То есть при генерации данного товара я выбрал из доступных мне свойств товара цвет и размер. То есть я могу сразу указать сюда эти данные. Дальше мне нужно указать какие-то данные по самому товару, то есть в каких единицах измерениях, сколько этих штук будет создано и так далее. Дальше мне нужно указать цену и как она включена в, собственно, торговое предложение, да, то есть сколько это стоит. И дальше мне нужно определить, собственно говоря, что я создаю. В данном случае у меня есть уже набор различных цветов, то есть я могу указать те цвета, которые у меня появятся. Я могу указать те размеры, но обувь мне в данном случае не нужна. Мне нужны разные размеры, да, у меня будет вот такой набор размеров. И дальше выбрать изображение. То есть если я буду для разных цветов загружать разные изображения, то, соответственно, я могу указать, какие изображения мне нужны. В частности, для красного цвета я сюда могу добавить файл, после чего выбрать его откуда-то для других цветов, да, для зеленого и для черного. Я опять же загружу файлики, которые загрузятся в эти предложения. После нажатия кнопки «Генерировать» я сейчас опять же, ну, можно попробовать, на самом деле, не знаю, наверное, ругнется на файлики, которых у меня нету, а может быть создаст просто без картинок. Да, он создал просто без картинок. У меня появился целый набор новых, сейчас мы посмотрим, они, наверное, в конце. Вот они появились, да. Прям готовые предложения. Вот они всех размеров по 1900 рублей. Штаны красные, видите, в названиях проставились то, что я хотел, и размеры, и названия. Ну, собственно, цвета им присвоились и так далее. То есть это возможность быстро создавать торговые предложения в ручном режиме. То есть если они у вас не интегрированы и не затягиваются из внутренней системы учета. Следующий момент – это как раз посел, который тоже, на мой взгляд, очень важен. Я, простите, сразу его упустил. Это настройки каталога товаров по тому, что будет выводиться в метаданных в карточке каждого товара. Для этого используются вот такие шаблоны. В частности, вот у нас есть шаблон метатега title. Это то, что выводится вот здесь вот вверху. Видите, у меня выведена одежда, товар, штаны и полосатый рейс. И, собственно говоря, у меня здесь вот для этого и будут выводиться вот эти данные. Я могу для конкретного элемента или для конкретного раздела сделать уникальными эти штуки. Но в данный момент, например, вот если мы посмотрим ключевые слова, да, то у меня здесь что выводится? Вот это this name. Это значит, что в каждом конкретном товаре в ключевые слова вставится название товара, купить название товара, приобрести название товара, да, там, название товара в различных цветах, название товара, действительно. Ну и так далее. Вы можете заполнить этот блок своими словосочетаниями, при этом добавляя уникальные для каждого момента, да, вот эти вот переменные, которые будут вставляться. И вот здесь выбор этих переменных. Вы можете использовать там свойства, например, там, не знаю, новинка, да, и здесь вставится соответствующие свойства. Ну и так далее. Вы можете таким образом создать один раз для всего каталога уникальные для каждого товара или для каждого раздела вот эти метатеги. И этих полей, которые могут быть здесь индивидуально настроены, довольно много. Например, шаблон альтернативного текста картинки. То есть то, что будет выводиться в качестве альта, то есть описание для картинки. На это смотрят или там название картинки, да, то, куда смотрят поисковики, они смотрят на эти тексты. Шаблон имени файла, да, то есть как назвать картинку при ее сохранении и при вообще отображении. То же самое будет для детальных картинок и так далее. На самом деле это настраивается один-два раза в зависимости там от крупных разделов каталога. Я могу открыть, например, разделы, выбрать, что для обуви, например, мне нужно сделать свои отдельные уникальные настройки вот этого SEO полей. Я, кстати, захожу в обувь и для этого раздела делаю что-то уникальное. То есть именно в разделе обуви я буду писать какие-то свои шаблоны для создания внутри обуви для каждого товара. Таким образом у меня получится, что для обуви у меня могут быть одни настройки, для платьев другие, для футболок третьи и так далее. А могут быть одни настройки общие вообще для всех, для всего каталога в зависимости от того, как вам будет ближе и удобнее это использовать. Так, 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 немного про влог доставки. Знаете, время, к сожалению, заканчивается. На самом деле с доставками все точно так же, как с оплатами. Если мы с вами пойдем в настройки интернет-магазина и в службе доставки, почти то же самое, что в платежных системах, мы с вами увидим. Это список служб доставки, которые у нас используются. Возможность добавить какую-либо службу доставки, в частности, например, автоматизированную службу доставки, которая имеет возможность работать со службами. И вот здесь в обработчиках мы можем выбрать одну из, например, ПЭК-компании, которая доставляет. Нужна оценка 10%, например, или 100 рублей при отправке ПЭКом. Да, и мы, собственно, сохраняем, получаем соответствующую службу доставки и можем с ней работать. Естественно, там нужно будет некоторое подключение к ПЭКу с точки зрения некоторого API, но в целом мы к нему уже подключились. Вот здесь написано «Встановить соответствие между местоположениями» и так далее. Здесь уже настройки обработчика и вообще настройки обмена с системой. Вам нужно с ПЭКом связаться, получить у них вот эти данные, которые сюда заполнить для того, чтобы Bittrex мог отправлять в ПЭК данные о заказах, а забирать оттуда, соответственно, трекинг там, ну и другие всякие штуки. 20, я думаю, сам, например, ПЭК продемонстрирует это... Это достаточно, ну, в смысле, поможет с этой настройкой. Так, ну что ж, наверное, я на сегодня все-таки подойду к концу. О, вижу вопрос по поводу добавления генераторов предложений. А, зависимость цены от свойств. Не знаю о планах, ничего не скажу. Передам этот вопрос продуктовой отделу, они там уже решат. Может быть, и планируют. Лучше, наверное, спросить через всех поддержку продуктологов. Они там знают о планах таких серьезных. Так, ну что же, что же. Спасибо за внимание. Сейчас мы подключим Михаила, чтобы он продолжил свою часть. У него, наверное, еще на полчасика. Очень любопытный доклад. Михаил, включи, пожалуйста, микрофон. Я тебя подключил как организатор, и тебе должно быть что-то слышно. Ага, раза три, как слышно. Отлично, слышно. Я переключаю. Готов, да, экранчик на тебя? Да, 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 давайте переключай. Отлично. Все, экран переключается. Для наших слушателей я скажу, что я тут никуда с вебинара не делся. Если у вас еще есть какой-то вопрос, вы можете мне его задать. Я уже в письменном виде отвечу в интерфейсе системы. А так, все внимание к Михаилу. Да, еще, Сергей, уточни, сколько у нас времени? Потому что смотрю, что уже полтора часа прошло. То есть сколько есть времени у меня? Все как по расписанию. Я, на самом деле, задержался относительно расписания буквально на пять минут. Поэтому продолжаю в удобном, да, свободном для себя формате. Отлично. Давайте познакомимся. Собственно, Михаил Шуфер, руководитель отдела продаж, веб-суде Аромза. Занимаемся мы именно тиражными решениями, шаблонами магазинов на Marketplace. Среди партнеров занимаем 13 место. Это, если вы вкратце про нас говорите, вот именно 15 тысяч партнеров. И основатель компании Романа является еще MVP. Роман Забродин, MVP 1BITX. Такой почетный знак отличия. Человек, внесший большой вклад в развитие именно платформы. В первой части Сергей очень много рассказывал вам именно по техническим трендам, как именно настроить, как сделать что-то. Я в своей второй части хочу обратить внимание именно на маркетинг, на поведение покупателей, как они выбирают, в каком магазине делать заказы, и, собственно, чем определяется их выбор, насколько вообще большой рынок одежды, интернет-торговли, и в том числе показать примеры, скажем, успешных игроков, да, и, в том числе, типовых решений по одежде, которые можно использовать для себя. Кстати, был вопрос по свойствам, еще в конце уделю ему внимание, то есть в зависимости от свойств от цены. Раньше не видел вопроса, но вот, скорее всего, отвечу на него, покажу, что можно сделать. Так, давайте начнем. Собственно, первоначально мы проговорим про рынок интернет-торговли. Если смотреть на мировой рынок, то начиная с 2012 года он растет примерно на 20% в год. 20, ну, 17, наверное, если сейчас в среднем брать. И планируется, что он еще вырастет за 2016-2016 еще примерно на 5%. То есть от одного триллиона до двух и трех триллионов. Это мировой рынок и достаточно большой. Как дела обстоят с рынком интернет-торговли именно в России? Объем интернет-продаж также растет, начиная с 2010 года, и у нас рост идет более стремительный. От 180 до 560 миллиардов в 2014 году. И вот на текущий момент у меня тут нет слайда, то есть это уже около 750, по-моему, миллиардов рублей по 2015 году. Если посмотреть на проникновение рынка интернет-торговли, то еще далеко не все покупатели, кто мог бы пользоваться интернетом, совершать интернет-покупки, стали им пользоваться. Около 25 миллионов – это активные онлайн-покупатели, третьи – это интернет-аудитории. И еще достаточно большая часть не имеет опыта покупок в интернете. Ну, либо есть малые города, регионы, села, где еще не пользуются интернетом. Для нас это определенный потенциал роста, то есть что рынок еще будет расти, несмотря на те долларовые колебания, которые были в конце прошлого года. И если смотреть именно по одежде, то это одна из четырех самых популярных ниш тех товаров, которые покупают в интернете. Потому что в интернете чаще всего покупают одежду и обувь, это различную электронику, тут у меня даже четыре сектора представлены, мобильные телефоны, мелкая бытовая техника и косметика и парфюмерия. И есть такой у меня свод Яндекса на конец 2015 года. Какие товары покупали в разных интернет-магазинах в течение последних 12 месяцев. Здесь четыре колонки. Я уверен, что нас слушают как люди из Москва, Питер, так и из других регионов России, и в том числе стран СНГ. И в этом плане, когда вы планируете свой интернет-магазин, обратите внимание на такой вопрос. Кто будут ваши покупатели? Это покупатели из вашего же города? Это из вашего региона, края, области? Или вы торгуете по всей России? Потому что если смотреть, у меня самый левый столбец, это те, кто покупают именно в интернет-магазинах своего города. Например, одежда и обувь, то есть примерно 22% доберут одежду и обувь в интернет-магазинах своего города. Еще 23% берут в интернет-магазинах по всей стране. То есть выбирают по ассортименту. В нашем городе этого нет, покупаем в другом, либо где дешевле. И дальше у меня два столбца. Идут показатели покупок в зарубежных интернет-магазинах. В европейских и в китайских. И тут как раз мы видим, что в том числе, то есть за рубежом чаще заказывали одежду и обувь. То есть такое было. Сейчас тренд смещается в сторону России. То есть именно из-за того, что сейчас это уже не так выгодно. Ну и то, что я называл, как раз в российских магазинах, вот вторая ниша по количеству, то есть это различные одежды, аксессуары. Ну, собственно, положительный вывод для нас. Деньги есть, это классно. И в интернет-торговле большие перспективы. Вопрос такой, где деньги в вашей ниши? То есть тут уже писали в вопросы, да, то есть кто чем занимается. Вы можете повторить, возможно, это вопрос. Я сейчас просто посмотрю на каком-то конкретном примере и расскажу. Назовите, пожалуйста, немножко представьте, что у вас, например, стартап, вы только собираетесь делать свой первый интернет-магазин. Возможно, уже бизнес-офлайн-точка, вы чем-то торгуете, собираетесь в интернет. И чем собираетесь торговать? Можно еще написать ваш город. Вот вопросы напишите, я сейчас на конкретном примере покажу, что можно использовать. Так, Андрей, вижу, пишет рекламный агентство рекламной услуги СПБ. Угу, да-да-да, спасибо. К слову, рекламодатели многие, то есть тоже по нашему опыту, кроме интернет-магазинов, мы занимаемся еще досками объявлений типовыми. То есть именно кто занимается рекламой, часто размещает еще свои доски объявлений делать. Так, пока я перейду, собственно, в браузер у себя. Минутку. Капишет. И покажу, какой инструмент можно использовать. А если вы его еще не знали? Так, смотрю, еще написали ли что-то на вопросы. Так, вот строительные товары Москва, Дмитрий Журов, Казань, кожаные сумки, аксессуары, Рафат. Ага, вижу. Ну давайте я сейчас два примера возьму, то есть вот строительные товары и кожаные сумки, аксессуары. Давайте выберем купить сумку. Казань, это Татарстан. Выберем регион. Так, так, Россия. Так, Казань. Так, пока не вижу, не вижу. Так, это у нас по Лужи, Юг. Республика Татарстан, вот она есть. Казань. Инструмент «Ворссарт Яндекс» показывает, как часто по определенному поисковому запросу именно в вашем регионе люди ищут товар. Вот, например, купить сумку, то есть 2154 запроса, и при этом связанный запрос, например, купить сумку в Казани, 452. Что для вас это может дать? Да, то есть это показатели примерно, вы можете посчитать объем рынка именно по вашему городу, то есть по России в том числе. Потому что если я сейчас сменю, например, вот у меня была Казань, да, то есть помним, что была Казань. Давайте я выберу Москву. То есть для наглядного примера. Так, Казань уберу. Да, насколько различается, да, то есть, например, в Москве 112 тысяч запросов и еще столько связанных запросов. Так вот, к чему, я говорю, что вы по своей нише можете посмотреть, в том числе по строительным материалам. Я даже не знаю, строительные материалы, какие запросы задают. Купить щебень, не знаю. То есть, ну, собственно, вот, есть щебень с доставкой, строительные материалы. Если знаете, как что-то конкретно напишите, сейчас тоже посмотрим сразу. Это, кто у нас получается? Вот, Надежда пишет трубы. Так, вот, детская одежда, Александр. Так, для детей 5 лет, например. Вот, ну, не нашел. Так. Ну, такой непопулярный его запрос. А если просто одежда для детей? Так, ну, вот, одежда для детей. Интернет-магазин, видим. Вам это позволяет понять еще, собственно, как ищет. То есть, вы по связанным запросам можете смотреть, что люди ищут. Теперь второй момент, что можно сделать. Я возвращаюсь к своей презентации. Вот, мы посмотрели сайт wordstat.yandex.ru. Также можно в Гугле тоже смотреть, там по-другому называется инструмент. Trends, по-моему, называется. Можно посмотреть по конкретному, по вашей нише, посмотреть сайты конкурентов. То есть, по запросам, также посмотреть, какие, например, первые 10 сайтов выводятся, именно по вашему региону, с кем вы конкурируете. И прощелкать эти сайты. У некоторых счетчики достаточно открытые, и можно прямо напрямую посмотреть посещаемость. Второй момент, можно воспользоваться сервисами. Вот откуда трафик. То есть, примерно оценить их рекламную кампанию. Сколько они тратят на рекламную кампанию. Тоже сейчас показываю на примере. То есть, буду на примере, наверное, в Wildberries показывать. Это один из сервисов. Вот, ничуть не рекламирую. Их много очень в интернете, если посмотреть. Потом отдельно будет у нас рассылка, где можно посмотреть. Так, это я продублировал. Так, Wildberries, да. Например. Ну вот, мы видим, сколько запросов в контексте Яндекса, в Гугле, какой примерно бюджетный контекст, трафик. И какие запросы. Уникальные запросы. Запросы для домена. Если смотреть дальше, вот такую аналитику по различным сервисам, в том числе, они есть платные, которые более подробно предоставляют. Можно для себя очень много конкурентной информации собрать именно с точки зрения дальнейшего продвижения. Кстати, об этом будет вторая часть вебинара. Напомню, среди, по-моему, 13-го числа она будет. То есть на нее стоит прийти именно по поводу продвижения интернет-магазина. Ну и, собственно, просмотрев сайты конкурентов, насколько высок спрос на нашу нишу и какая именно конкуренция. Потому что конкуренция бывает разная. Она может быть ценовая, она может быть по сервису, например, конкуренция. То есть, одни с доставкой, другие без доставки. Вот актуально для Москвы и Питера. И она может быть в том числе по ассортименту. Просто быть, что такого ассортимента нет. Мы, сведя все факторы вместе, можем для себя понять, на что нам нужно ориентироваться. Так, продолжим. Немного про ресурсы про интернет-торговлю, которые начинающим можно почитать. Я вот собрал три ресурса. Shopolk.ru – это в целом про интернет-магазины. ProGrably.ru – это ресурсы от 1SBITX. Там и технологии рассказываются, и кейсы. Практически все есть. И WebDela – это обзор интернет-магазинов с точки зрения пользовательского удобства. Именно на 1SBITX тоже можно почитать для себя, посмотреть некоторые моменты. Ну и, собственно, большому кораблю большое плавание. Я сейчас вкратце обращу на некоторые вещи ваше внимание, потому что времени у нас не так много. Смотрите, мы знаем, где покупают. И в том числе я вам хочу сказать, что далеко не весь рынок интернет-торговли – это Москва, Московская область. Они примерно занимают около треть рынка – Москва и Московская область. Если мы пойдем дальше, то остальные города-миллионеры, они еще 20% рынка занимают, потом 12% – это 500 тысяч миллионов, и 25% – это все остальные, то есть меньше. Получается, что на регионы приходит большая доля рынка. И, соответственно, находясь в регионе, тоже можно успешно торговать, в том числе на свой регион и в том числе на всю Россию, если у вас какой-то уникальный товар. И рассчитывая бизнес-план своего интернет-магазина, учитывайте сразу не просто, что к вам придет покупатель и сделает заказ. Учитывайте его LTV, время жизни, сколько он сделает покупок за свое время жизни в вашем интернет-магазине, потому что в среднем каждый покупатель делает 7-8 покупок в год. Соответственно, мы должны рассчитывать на вот этот снежный ком, который будет у нас копиться. Ну и такой вопрос задайте себе – это когда вы делали последнюю покупку в интернет-магазине? По какому критерию вы выбирали интернет-магазин, почему вы остановились именно на этом интернет-магазине? По исследованиям, конечно, в большинстве случаев выбирают по двум факторам. Это первый момент, что ценовая конкуренция, товары в интернете дешевле. Второе – это удобство выбора, что удобнее сравнить и выбрать товары с лучшей ценой и дальше уже сэкономить время. То есть еще третий фактор – доставка. И такой, может быть, грустный слайд, а с другой точки зрения позитивный для нас. Когда мы открываем новый интернет-магазин, мы боремся только примерно за четверть рынка. Потому что лояльные покупки, то есть это те покупки, которые… Когда человек знает, где он заранее купит, в каком интернет-магазине сделает покупку, они составляют примерно половину рынка. И в этом плане как раз в один из Bittrex, платформе Bittrex, заложен очень классный инструмент маркетинга. E-mail маркетинг без каких-то внешних сервисов, позволяющих делать рассылки до продажи вашим клиентам действующим. Ну и вывод – надо дружить с клиентами. Потому что обычная воронка про продаж, как ее видят, это просто покупатели, заплатившие деньги за товар. А по факту дружбы мы накапливаем отношения с клиентами и удерживаем их. То есть это лояльность и различные акции. Ну и, собственно, как сделать первые продажи. Было много технических моментов, и мы тут говорили про SEO, то есть то, что люди выбирают через поиск в интернете, прежде всего, и важно быть представленным либо в органике, то есть в поисковых позициях на первых строках, либо покупать трафик, это, соответственно, различная контекстная реклама. Но при этом в большинстве случаев выбор пользователя определяет не техническая составляющая магазина, а именно его наполнение, контент. Потому что для большинства людей удобство – это когда качественно описаны товары, есть на сайте отзывы, понятно и подробно расписаны информации об условиях доставки. Есть то, что мы говорили, полу-технический момент – это разные варианты оплаты заказа онлайн. И все остальное тоже относится к наполнению. Удобная организация каталога – это то, что вы сами делаете после того, как уже магазин настроен у вас, и то, чем вы занимаетесь, наполняете, то есть зависит ли лично от вас. Ну и про критерии 2015 года я тут обращу внимание только на то, что сейчас используется многоканальный подход. Это значит, что оффлайн-магазины выходят в онлайн, а онлайн-магазины выходят в оффлайн. Мобильный стренд. Немного про ниши, то есть не обязательно торговать всем, то есть можно выбирать конкретную нишу, которая сейчас на подъеме, либо специализируется на чем-то. То есть именно по одежде я составил так. На примере кейсов наших клиентов несколько ниш. Здесь в том числе я обращу внимание, что можно продавать дорогой товар, это, например, вечерние свадебные платья, нижнее белье, бренды вещи, где каждая покупка несет большую прибыль. Либо продавать массово, например, то есть это может быть спецодежда в том числе, где пошив для больших предприятий, это в том числе может быть B2B, не обязательно B2C. или продавать в какой-то конкретной нише, то есть это, например, молодежные вещи, мамы, это может быть детские вещи какие-то, дети растут в том числе, то есть долгий цикл жизни клиента и так далее. Здесь, кстати, у нас кто-то назвал уже, что планирует торговать именно товарами для детей, детской одеждой. И сейчас я хотел бы перейти к практической части доклада, что я смотрю, у нас время уже, то есть остается где-то буквально 5-10 минут, не на то, чтобы еще рассказать вам некоторые моменты и потом уже поотвечать на вопросы. Итак, давайте посмотрим на основные элементы интернет-магазинов, успешных игроков, и сравним их с типовыми магазинами одежды. Для примера, вот, обращу внимание, то есть, например, магазин Wildberries. Здесь, у меня на другой вкладке он уже открыт, вот, кстати, здесь он тоже сработал. Вот, как раз по поводу e-mail маркетинга. Вы можете делать такое поп-ап окно, которое будет призывать к тому, чтобы человек подписался на вашу рассылку, даже если он не собирается делать сейчас заказ, чем-то его стимулировать, тем, чтобы он оставил свои контакты в вашей базе данных. Это может быть и просто быть блок какой-то «подпишись на рассылку». В том числе, вот я сейчас здесь пролистаю, сам вниз. Так, здесь нет, но вот на примере другого магазина я видел, да, тут отдельный блок был, то есть, именно можно подписаться на рассылку. И какие основные элементы мы видим? Поисковая строка, видим каталог товаров, большой слайдер, различные баннеры, спецблоки, это, например, одежда новинки, обувь, какое-то УТП. И дальше, то есть, это кросс-продажи. Если вы чем-то торгуете в интернете, в вашей аудитории вы можете предлагать не только, зная ее интересный, не только непосредственно товар, за который мы не пришли, например, одежда, вы можете и сопутствующие товары предлагать. Например, у нас был пример магазина спорттоваров, спортивной одежды, который под Новый год начал торговать елками. Ну и вполне неплохо, то есть, затрат на то, чтобы добавить каталог в каталог елки, это, наверное, 2 часа работы контент-менеджера, да, скажем так. Ну и, соответственно, нашли партнера, чьи елки они продавали, то есть, они у себя не держали, вот, по своему, по крайней мере, городу. И, например, магазин ОТО показывает. Точно так же мы видим поиск каталог, видим различные баннеры, примеры по брендам, кстати, вот важно, то есть, если вы продаете какие-то брендовые вещи или у вас брендовые товары, чтобы бренды были прямо представлены, чтобы человек мог их выбрать. Распродажи. УТП, его, да, кстати, вот пример блок тут, здесь в самом низу идет, подпишитесь на рассылку, но здесь не агрессивно, да, то есть, если пользователь провеста, то он захочет подписаться, ему мотив никакой не дают для того, чтобы он подписался прямо сразу. И еще раз, что круглосуточным. И сейчас я сравню эти же магазины с примерами типовых магазинах на 1S BITX. В нашем случае есть два решения, сейчас я покажу, решение Апарель, вот такое называется, это вот типовой интернет-магазин одежды от нашей студии. На что тут обращу ваше внимание, что точно так же мы видим каталог товаров, мы видим деление по брендам, здесь используется флэт-дизайн, сейчас тренды к упрощению дизайна, различные спецблоки, поиск товаров, то есть я могу там что-то ввести, блузка, да, то есть она у меня сразу находится, да, вот блуза. Различные спецблоки, кстати, в том числе маркетинговый блок «Успей купить», вот он есть, он показывает, сколько наличия товара, сколько у нас дней до конца распродажи, вот что актуально именно для магазинов одежды. Вообще в одежде и в торговле одежды есть пример, да, то есть пирамиды прибыли, то есть что мы делаем, скажем, прибыль тогда, когда у нас товар покупается по самым большим ценам, потом идет там уже по цене там с 25% скидкой, там с 50% скидкой в рознице, да, и потом, то есть остаток товаров распродают, то есть важно именно распродать всю партию для того, чтобы получить прибыль. Так, продолжим. И есть еще отдельное решение, я его в отдельной вкладке запустил, то есть это у нас универсальный магазин «Битроник 2.0», то есть интернет-магазин одежды. На что здесь я хотел бы обратить ваше внимание? Итак, точно так же видим спецблоки, в том числе видео. Часто вот к нам в нашу студию обращаются люди, то есть говорят о том, что они хотят поменять дизайн. Например, сместить, чтобы каталог был не сверху, а слева, или какие-то элементы добавить в версию для персонального компьютера, а для ноутбука убрать. И главная страница, по сути, является такой витриной магазина, с которой можно экспериментировать и смотреть, с какой витриной больше покупают. Для этого мы сделали такую панель настроек, которая позволяет менять варианты шапки сайта, например. То, что я говорил, меню каталога, то есть я его сейчас сделаю, чтобы он был слева. Вот он уже сделал, визуально он здесь уже слева. Сменю немного цветовую схему, похоже на цветной лавберис. То есть сделаю фильтр товаров, сделаю сверху. И, кстати, шины рабочей области, но сейчас пока так и оставлю. Единственное, что я еще поубираю, что будет у меня отображено на главной странице. Вот то, что спрашивали по поводу мобильной версии и по поводу персональных компьютеров. Здесь мы можем выбирать, какие блоки будут у нас отображены в персональной версии, например, вот те же бренды, для мобильных, и их убрать для того, чтобы не был так нагружен сайт. То есть, чтобы с мобильных он быстрее грузился. Спецблоки на мобильных я тоже уберу. И сохраню. Мы видим, как изменился магазин. Каталог теперь у нас слева. Поисковая строка. Здесь точно так же можно обратить внимание. Сейчас у меня тут другие товары, скорее всего, загрузились. На примере электроники. Смотрите, здесь спецблоки сразу можно положить товар в казино и посмотреть его наличие. И дальше смотрим различные спецблоки, которые у нас тут есть. Их тоже, кстати, можно понастраивать. Сейчас, чтобы сделать магазин, скажем, наиболее простым, я с главной страницы спецблоки вообще уберу, чтобы он был проще и успею купить. Покажу, как изменится. Да. Вот теперь мы очень быстро полистали главную страницу, сделали ее минималистичной. То есть два слайдера, общий и по товарам. Наши УТП, отзывы покупателей и непосредственно информация. Точно так же здесь можно подписаться на рассылку. И еще обращу ваше внимание на такой момент. Спрашивали про зависимость цен от свойств. Вот в сфере одежды, именно, то есть торговля одежды, она характеризуется высокой наценкой. И если вы торгуете на всю Россию, например, на Москву, на Питер, на Красноярск, на Сибирь, или там Казахстан, на Казань, то, возможно, у вас будет разная наценка для разных городов. Для этого мы сделали такой модуль, который связывает цены и склады. И, то есть, назвали решение Bitronic 2 Pro, как раз для старшей редакции бизнеса, в которой что встроено? Интересная вещь. Во-первых, что автоматически определяется город человек, то есть гео-айпи. Да, я предварительно, то есть отвечаю на вопрос, который был со связью цен и свойств. Сейчас у меня, кстати, стоит именно для тройков, чтобы показывать несколько цен. Сейчас сделаю для розницы, например, чтобы не было доп. цен. И теперь вот смотрите на такую магию. То есть у меня сейчас цена 3000, идет, считается автоматически доставка. Красноярск, товар в наличии. Вот есть наличие на Красноярских складах. Сейчас я сделаю товар, чтобы он доставлялся из Москвы. Соответственно, для Москвы, это мы считаем, что человек зашел из Москвы, то есть у меня автоматически сменилась цена, сменились склады, на которых он находится. И так мы можем делать по каждому городу. В том числе убрать выбор. В том плане, чтобы человек просто выбирал город, в котором он находится, а не просто откуда-куда он идет. Сейчас вот на демке эту функцию не могу показать. Она есть. И покажу вам сейчас примеры внедрений, поотвечая на вопросы вместе с Сергеем. И, собственно, будем заканчивать наш вебинар. Смотрите, то есть это были примеры демок. В том числе для одежды. То есть работает механизм СКУ торговых предложений очень сильно. Потому что, смотрите, показано в примере шаблона на парель. Вот каждый цвет, то есть это СКУ, это определенное торговое предложение. И вместе с цветом у меня меняется наличие товаров. То есть вот, смотрите, нет наличия. Причем оно меняется в том числе в зависимости от размера. То есть если я меняю размер, например, такой размер у меня есть в наличии. А другого размера нет. То есть я могу вот здесь смотреть, в наличии ли товар. Либо не в наличии. И расскажу еще про такой функционал наборы. Интересный именно для сферы одежды. Покажу. Есть рекомендованные товары. Кстати, в том числе можно рекомендовать товары как вручную. То есть что человеку рекомендуется еще купить к этому товару. Так и использовать Big Data от 1SB-Tex. То есть чтобы автоматически, интеллектуально подбирать те товары, которые он, скорее всего, купит. И пример наборов. Вы наверняка видели, когда ходили по торговым центрам, что на манекенах в магазине одежды целый набор. То есть там джинсы, костюм. То есть все вместе и есть стоимость. То есть человек уже покупает конкретный лук, конкретный внешний вид. Также мы можем делать и в 1SB-Tex, в том числе на наших шаблонах. Причем мы можем оставить пользователю возможность выбора. То есть составить свой набор. Например, джинсы у меня уже есть. Я сейчас уберу. Вместо них я беру туфли. То есть я покупаю набор такой из туфлей. Ну и пример, как могут выглядеть именно интернет-магазины. Давайте посмотрю. Интернет-магазин нашего клиента ГАФ торгует одеждой. Поэтому вы видите, что здесь. Прежде всего, да, у них баннер со скидками. Есть настроенные у себя спецблоки. То есть товары, артикулы, то, что они сейчас продают. Все есть в наличии. Когда мы тут проводим мышкой, меняются автоматически. Картинка. Ну и УТП. Пример другого магазина. То есть это вот сделано на решении Апарель. То есть интернет-магазин модной одежды. Здесь вы видите, что открыты бренды. То есть сразу можно выбрать по брендам. Здесь баннеры и акции. Например, то есть каждому покупателю 500 рублей в подарок. Условия и акции зарегистрируйтесь на сайте и укажите промокод. В этом плане именно скидочная система в 1С Битрикс, она самая гибкая, наверное, вообще скидочная система, что я видел. Здесь можно начислять бонусы на внутренний счет клиента. Можно делать скидки на определенную группу товаров, на количество товаров в кодзине, на в том числе сумму общего чека. И в этом плане это большой простор именно для творчества, для маркетинга, для различных скидочных акций. Про мультиканальную систему продаж. Это то же самое, что из интернет-магазина мы ведем в Инстаграм, из Инстаграма в интернет-магазин. Ну и видим товары. Ну и конкретные бренды. Сможем посмотреть. Вот. Бренд Мейссон. Еще один магазин покажу вам. И перейду к вопросам. Например, Yoa Moda. То есть сделано на решении Bitronic 2. Здесь используется Flat Design. Кстати, обратите внимание, это одна из подниж, то есть большие размеры. То есть для больших людей. Женская одежда, большие размеры, будущие мамы, детская одежда, облик, аксессуары. Видим, что здесь, кстати, настроен очень большой блок, именно слайдер. То есть слайдер у нас регулируется по ширине, то есть настройками, без программирования. Может быть, сейчас даже покажу, как это выглядит. Продолжу. Видим, соответственно, женская одежда и отзывы покупателей. Сейчас я куда-нибудь зайду, в один из каталогов. Как он может выглядеть. В том числе, кстати, здесь вид такой только с списком, блочный, скажем так, можно сделать вид именно для обтавиков, чтобы был вид в табличном виде и с наличием на складах. Я вам хотел показать про слайдер. Смотрите, есть возможность настроить слайдер в процентах от ширины, то есть его поменять. Вот полноэкранный момент. И здесь уже тоже еще понастраивать, уже внутри слайдера, блоки, то есть какая часть, сколько занимает. Текстовая часть, часть рисунка, границы области по вертикали, по горизонтали, то есть можем очень сильно поменять. Так, возвращаясь на презентацию и, то есть, перехожу, наверное, к вопросам. Ну, с точки зрения именно разработки на заказ, тут выбирали и разработки на готовом шаблоне, здесь скажу, что мы, конечно, апологеты старта на готовом шаблоне, потому что в таком случае вы экономите бюджет и можете быстро стартовать. То есть разработка обычно идет от трех месяцев магазинов, интернет-магазинов здесь вы можете запуститься за две недели при активной работе. То есть вы сразу начинаете с наполнения контента практически. Ну, а также получаете различные обновления. Собственно, от нас, от нашей студии, то есть для участников вебинара будет небольшая скидка и в том числе у нас, если заполнить анкету, мы можем вам выставить большую аналитику по интернет-торговле. То есть я еще ее скину, наверное, в чат всем. А сейчас поотвечаю на ваши вопросы, что вы задавали вместе с Сергеем. Спасибо большое, Михаил. На самом деле я вопрос видел только один, я на него уже письменно ответил, речь была о почему раз от битрикса в спам попадают. И что с этим делать? У тебя, кстати, есть какие-то проблемы, потому что я ответил довольно подробно о том, что критерий попадания в спам или не попадания в спам довольно много. Они начинаются с самого письма, с наличия в письме например отписки, возможности отписки работающей системы отписки, с наличия нужных заголовков и так далее, заканчивая настройками почтового сервера и там рекомендаций тоже довольно много. Эти рекомендации выпускаются основными почтовыми системами, например, у Яндекс.Почта или Мейл.Почта у них есть в инструкциях можно найти в справке рекомендации к почтовым серверам и к письмам и так далее. К тому, как все это должно быть настроено, чтобы эти сервисы не воспринимали вашу почту как спам. Сергей, я тебе дополню, то есть буквально неделю назад выступал как раз на конференции формулы сайта в нашем городе, то есть город Красноярск по системе EMAI-маркетинг. То есть сами мы активно используем EMAI-маркетинг и имеем большой опыт. Александр задавал этот вопрос. Александр, по поводу попадания в спам. Здесь как минимум нужно первым этапом проверить несколько критериев. Один момент, вы можете проверить само свое письмо на соответствие спам-фильтрам, потому что обычно спам-фильтры как некие баллы проверяют акции, скидки, они смотрят или бесплатно, дешево, то есть это определенный балл в спам-фильтре, что это письмо вероятно является спамом, либо там вместо текста картинки просто идут. Второй момент, если вы уже делали рассылки, что греха таить, рассылки бывают разные, например, не по своей базе, а где-то нашли базу, вы делали рассылку, ваш домен мог попасть в том числе спам-фильтр, поэтому здесь очень тяжело оттуда выбраться, здесь можно попробовать зарегистрировать новый домен и сделать рассылку другой почты. Третий момент, примерно 60% ящиков находятся на серверах Mail.ru. Посмотреть именно сервера Mail.ru и в том числе перед рассылкой делать тестовую рассылку, то есть на Mail.ru, Яндекс, на Google, Gmail, и смотреть, как письмо отображается, и воспринимается ли оно как спам. Для этого и в том числе есть отдельные сервисы, которые, скажем, в автоматическом виде смотрят, считают, попали вы спам-фильтр или нет. У Яндекса и у Mail.ru есть еще специальный инструмент, который позволяет прямо по вашей рассылке посмотреть, какую часть письма они отправили спам, и какую его входящую. Но это, если так, по верхам, то есть это вот из опыта нашего говорю. Самое главное, направление движения примерно понятно, куда надо смотреть, если есть проблема со спамом. Действительно, это проблема, с ней надо разбираться, но пути решения вполне понятны. Тут еще один вопрос от Александра. Отличие битроника от аппарели, почему рекомендовали битроник под детскую одежду? Смотрите, то есть отличие, это два наши шаблона битроника и аппарели, то есть оба хорошие, они отличаются чем? Они отличаются по дизайну, вот сейчас еще мой экран, я так понимаю, показывается, то есть могу уже выказать. Да, да, смотрите, то есть они отличаются по дизайну, то есть в разное время рисовали разные дизайнеры. Чем отличаются? Первый момент, что с точки зрения именно самого шаблона аппарель, он более жестко зашит по дизайну, то есть тут есть настройки цветовой схемы, стиль формирования сайта и блоки успей купить, включить, не включить. Bitronic 2 у нас он задумывался изначально как универсальный интернет-магазин, то есть подходящий под любую нишу и поэтому здесь больше настроек именно с точки зрения трансформации дизайна, то есть что-то поменять, например, каталог, отображение товара, отображение, например, ну, корзину я вот сейчас сверху поставил, то есть с точки зрения наших вебинаров бывает периодически целый час, там полтора только по одному решению, например, Bitronic 2. вебинар. Поэтому здесь выбирайте, что вам ближе, да, если смотреть в сторону, что вы будете открывать еще потом другие ниши и возможно что-то экспериментировать, то ну, вот, мое сугубо мнение, что выбирать именно Bitronic 2. И на нем у нас уже есть магазины именно детской одежды на Пареле, чаще всего именно это какая-то брендовая, модная какая-то одежда делается, ну, просто по опыту. Оба шаблона хорошие, то есть просто, то есть отличается именно по функционалу. Вот, надеюсь, ответил вопрос. Да, я тоже. Владимир ждет аналитику. Ну, отлично, отлично, то есть смотрите, Владимир, я скинул в чат, надеюсь, там всем пришло, то есть анкетку, да, заполните, то есть я ее сразу вышлю. В принципе, будет рассылка от 1S Bitrix с записью этого вебинара, просто чтобы те, кто был на вебинаре, могли быстро ее получить, поэтому, то есть мы собираем сразу с обратной связи. сейчас в ответ Владимиру эту же ссылку продублируем, чтобы она еще в вопросах у всех была, чтобы перейти. Что, я предлагаю заканчивать на сегодня, вопросов больше я пока не вижу, время уже 18 минут второго, уже пора обедать, давай отпустим наших слушателей. Сергей, спасибо за вебинар, приглашение, спасибо тем, кто нас слушал, то есть надеюсь, этот вебинар был полезный. Да, я уверен, отзывы уже хорошие, спасибо вам большое за то, что пришли, Михаил, спасибо за прекрасный доклад и до встречи на следующей части нашей серии вебинаров, которая будет уже в пятницу, 13 числа, четверг. Да, это четверг. Все? Всего доброго, на этом и записи.